Приветствую! В этом видео разберешься, как добавить свой игровой движок, поддержку гарнитур расширенной, смешанной и виртуальной реальности, и все это будет работать на C++. Вот что у нас получится. Мы сможем подключать контроллеры прям в прямом режиме. В режиме реального времени они будут появляться в игровом движке. Вы сможете смотреть с помощью шлема виртуальной реальности в пространстве, двигать контроллерами, а также перемещаться в игровом пространстве в направлении контроллеров. И это все на своем собственном игровом движке, который поддерживает виртуальную, расширенную и смешанную реальность. Давайте посмотрим, как это делается. Подключайте ваши гарнитуры и давайте приступим к туториалу. Сначала нам нужно получить контекст устройств. Это необходимо, чтобы различать, что мы вообще имеем. У нас имеется шлем виртуальной реальности, или мобильное устройство, или, например, обычная видеокарта. Подключаем заголовки Vulkan. Можно использовать Vulkan из GLFW, либо использовать библиотеку статическую. Итак, давайте подключим также XR, OpenXR Platform, и сделаем, собственно, класс контекста. Будем использовать деструктор и инициализатор. Также у нас будет метод создания устройства, куда мы будем передавать вот это зеркальное окно наблюдателя, которое у нас будет дублировать происходящее со шлема в окне на нашем компьютере. Также будет метод синхронизации и проверки валидности создания контекста. Давайте сразу же объявим эти методы с помощью CreateDefinition. Итак, давайте для начала сделаем создание контекста. Для этого нам необходимо будет подключить из рендеринга вспомогательный класс Util. А также будем использовать GLFW библиотеку. И для контекста нам еще потребуется, например, сделать возможность отладки. Для этого определим блок команд при процессора, который позволит нам включать определенные библиотеки заголовки только в режиме отладки. В данном случае это будет Array и Iostream. Итак, для начала нам нужно инициализировать GLFW с помощью функции GLFWInit. Если у нас это не получилось сделать, то мы можем с помощью вспомогательных методов использовать вывод ошибки. У нас это будет ошибка Generic GLFW. Это специальная ошибка, тип ошибки, которые мы сделали. Итак, нам потребуется еще переменная Valid, которая будет показывать, создали ли мы контекст правильно или нет. После этого нужно проверить поддержку вулкана с помощью метода VulcanSupported. И если он не поддерживается, то выведем ошибку. А также зададим вот этот флажок Valid в положение False. Это нам потребуется в дальнейшем, чтобы увидеть, что у нас и где сломалось, если что. Итак, далее. Нам нужно получить расширение из вулкана, которые говорят о том, какие у нас есть вообще поддерживаемые расширения у OpenXR. И будем хранить это все в векторе. Итак, у нас будет количество расширений поддерживаемых. Будем получать результат перечисления, свойств расширений и будем его хранить в переменную XR Result. Итак, мы запишем в Instance Extension Count количество этих расширений. И если у нас результат выдает ошибку, то выведем в консоли отладочное сообщение, что у нас ошибка OpenXR и вот этот флажок Valid переключим обратно False. Вот эта конструкция у нас будет постоянно присутствовать. Это проверка на ошибки. Итак, нам нужно теперь изменить размер поддерживаемых расширений OpenXR с помощью Resize и перебрать свойства расширений. С помощью цикла for у нас будет Extension Property. Это одно свойство из вот этого вектора Supported OpenXR Instance Extensions. Итак, нам нужно задать тип XR Extension Properties и задаем Next пустой указатель. В результат возвращаем, смогли ли мы перебрать вообще расширение данной инстанции. Enumerate Instance Extensions Properties. И внутри этого метода, как вы видите, нужно передать название слоя, количество экстеншенов и переменную, в которой у нас записывается количество экстеншенов и также сами данные, то есть Supported OpenXR Instance Extensions Data. Вот так мы перебираем расширение. И если у нас что-то пошло не так, опять же, выведем ошибку. Эта конструкция будет у нас везде. Мы проверяем. XR failed. Если у нас результат какой-то плохой, то выводим ошибку. Дальше нам нужно непосредственно создать Instance OpenXR. Для этого нам необходимо задать настройки данного приложения. Это версия API. И версия самого приложения задаем с помощью MakeVersion. Это специальный макрос в XR, который позволяет задать сразу версию приложения. В данном случае это версия 0.1 и патч версии 0. Также версию движка EngineVersion. И давайте скопируем теперь с помощью MemCopy данные о приложении в переменную Application Name. Но этой переменной у нас пока что нет. Давайте ее сделаем с помощью определения этой переменной прямо в пространстве имен в данном CPP файле. Это у нас будет String, Application Name, Cosmo Engine и название движка EngineName. Вот так мы можем сразу же задавать переменные в CPP файле. И, собственно, мы теперь просто копируем данные из одного места в другое. Нам нужно скопировать для начала название приложения, а потом название движка. Далее перейдем к непосредственно выбору расширений и их перебору. Нам нужно выбрать расширения и показать, какие у нас расширения вообще есть на устройстве. Потому что на видеокартах это одни расширения. На гарнитурах виртуальной реальности это другие расширения. А если вы находитесь на девайсе, например, на андроиде или на любом другом мобильном устройстве, то у вас третье расширение. Нам нужно знать, какие есть вообще поддерживаемые расширения у графического процессора. Поэтому при отладке давайте в вектор Extensions добавим туда Debug Utils Extension Name. Это отладочные такие вот утилиты и названия расширений. И теперь давайте переберем все расширения с помощью фора и проверим, поддерживается ли это расширение или нет. Дальше у нас будет еще один массив, который будет пробегаться по свойствам расширений. Для этого можно задать вот такой вот цикл. И дальше будем сравнивать строки. String Compare. Будем сравнивать расширение и Supported Extension Name. Если у нас они равны, то расширения поддерживаются. Флажок из Extension Supported перевозим в положение True. Если у нас вдруг расширение не поддерживается, то можно вывести в консоль некоторую отладочную информацию. Можно написать, что расширение OpenXR не поддерживается. И его название. С помощью String Stream можно вот в таком простом виде, относительно простом виде, выводить в консоль что-то. Также не забываем, что нужно ставить двойные скобочки, чтобы у нас все хорошо выводилось в консоли. И таким образом у нас будет перенос на новую строку, std endline, и все красиво будет выводиться. То есть будет сначала OpenXR Instance Extension написано, потом название расширения и опять перенос строки. И можно сразу же вывести ошибку, что данная возможность не поддерживается. И Valid перевести в положение False. Далее нам наконец-то нужно создать Instance. Для этого нужно что-то передать в Create Instance. Два параметра. Нам нужно создать XR Instance Create Info. Это структура из XR. И нам необходимо задать ее свойство XR Type Instance Create Info. Также задаем количество расширений, Extensions Count. Это будет размер экстеншенов просто. Также в параметры названия слоев передаем из вектора Extensions данные, Data. А также название приложения, Application Info. Что дальше? Нам дальше потребуется создать Instance. Для этого нужно передать Instance Create Info и передать второй параметр XR Instance. Нам нужно его сделать. Переходим в Header File и задаем новую переменную XR Instance, которая будет по умолчанию пустым указателем. И таким образом мы создаем Instance с помощью параметров Create Info и сохраняем в XR Instance. И конечно же, если у нас что-то не получилось, в данном случае у нас гарнитура не подключена, и мы выведем ошибку. Выведем ошибку в консоль и ошибку в окошечко. Добавляем принудительно статическое приведение типов. Также впоследствии нам понадобится загрузить все функции, которые поддерживает OpenXR. Именно функции расширений. Для этого используем вспомогательный метод из утилс LoadXR Extension Function и сохраняем эти функции в указателе на эти функции. То есть есть Pointer Functions. Это специальный тип данных, который позволяет делать указатели на функции. В данном случае мы делаем указатели на функции расширения XR. Для этого вот есть такой тип данных. pfn, нижнее подчеркивание, и дальше название функции. То есть у нас есть Get Vulcan Instance Extensions KHR. И на всякий случай будем переопределять тип данных, что это у нас pfn XR Void Function, чтобы не возникало ошибок. Итак, нам нужно будет вывести ошибку, если данное действие не успешно. Если мы функции не подгрузили, то выводим в консоль ошибку, что данная возможность, Feature, не поддерживается. И также делаем для остальных функций. После чего у нас будут указатели на все функции. На функции графического устройства и расширений графических адаптеров. Далее нам нужно получить идентификатор системы. Для этого необходимо создать структуру данных XR System Get Info. FormFactor это Head Mounted Display, то есть HMD. Вызываем XR Get System. Передаем туда XR Instance System Get Info и System ID. System ID это переменная, в которую мы сохраним идентификатор. Для этого в хедер файле, в заголовке, зададим новую переменную System ID. После чего копируем обратно проверку на ошибки. Только в данном случае, если у нас нет идентификатора, то мы говорим, что устройство у нас HMD не подключено. Итак, теперь нам необходимо проверить различные Blend Mode у окружения. Что это такое? Помните, у нас есть переходные состояния, когда мы можем включать режим Pass Through или, например, режим просмотра только в виртуальной реальности. Для этого нам необходимо перебрать все возможные Blend Mode с помощью функции, которая называется Enumerate Blend Modes. Но для этого нам необходимо передать по умолчанию View Type, задать переменную. Это у нас Primary Stereo, то есть стереоскопический просмотр. То есть у нас два дисплея. Передаем Instance, System ID, View Type, передаем туда Capacity Input и вот нам потребуется еще одна переменная XR Environment Blend Mode. По умолчанию Environment Blend Mode у нас будет самый стандартный, Opaque. Это режим перекрытия, когда мы полностью отображаем 3D пространство и не отображаем картинку с камер, не режим Pass Through. Обычный режим виртуальной реальности. И записываем в переменную Environment Blend Mode Count количество вообще возможных вот этих режимов перекрытия. И опять же, последним параметром, пустой указатель, это Blend Modes. Далее делаем, опять же, проверку на ошибки, после чего можем перейти к следующему этапу. Нам необходим вектор из всех режимов смешивания. Blend Mode, Supported Environment Blend Modes. Размер этого вектора, количество этих Blend Modes. И перебираем еще раз. Environment Blend Modes с помощью метода Enumerate Environment Blend Modes. И теперь уже мы передаем данные. Supported Environment Blend Modes. Теперь, если мы нашли какой-то режим, то мы должны что-то с этим сделать. Давайте пробежимся в цикле по XR Environment Blend Mode, по всем возможным поддерживаемым режимам. Supported Environment Blend Modes. И проверим, если режим вот внутри цикла, который равен Environment Blend Modes, то мы что-то будем делать. Что мы будем делать? Мы скажем, что режим найден и выйдем из цикла. После чего проверим, найден ли вообще режим. То есть, это переменная False. Если она False, то есть не найден, то данный режим не поддерживается. То есть, режим перекрытия окружения не поддерживается. Passed True не будет работать. Не будет работать и обычная виртуальная реальность. По каким-то причинам, возможно, у адаптера графического нет такой возможности. Давайте теперь посмотрим, какие у Vulkan есть расширения и поддерживаемые расширения у данной инстанции. То есть, у данного графического адаптера. То есть, для контекста устройства именно. Нам нужно задать вектор Supported Vulkan Instance Extensions. Задать количество этих экстеншенов и перебрать. Только мы перебираем не по экстеншенам девайса, а инстанса. То есть, функция будет называться Enumerate Instance Extension Properties. Итак, если у нас что-то не получилось, выводим ошибку. Также изменим размер вектора Supported Vulkan Instance Extensions, чтобы он соответствовал размеру количества расширений. Теперь, если мы снова перебираем расширения, то в данном случае мы уже передаем Data, то есть, именно значение расширений. Если у нас что-то пошло не так, если значения у нас невалидны, выводим ошибку. Теперь, нам нужно получить требуемое расширение инстанса нашей библиотеки GLFW. То есть, в данном случае у нас это главное окошечко, то есть, менеджер окон. И для этого создаем опять вектор Vulkan Instance Extensions. Опять же, создаем переменную, в которой будем хранить количество расширений, Required Extensions Count, и буфер. Буфер получаем в соответствии с количеством требуемых расширений, и проверяем на ошибки. Ошибка в данном случае у нас будет GLFW. Что-то у нас не инициализировалось. Итак, теперь пробежимся по всем требуемым расширениям. Нам необходимо теперь наполнить вектор Vulkan Instance Extensions. С помощью PushBack мы добавляем именно расширение из буфера по индексу. Теперь, нам нужно проверить из OpenXR, какие вообще есть расширения и что требует Vulkan. Мы должны теперь будем добавить эти расширения и как-то хранить их. Нам нужно вызвать метод GetVulkanInstanceExtensions, Передать туда XRInstance, идентификатор системы, количество расширений, это переменная, в которой мы будем хранить. И далее проверяем, получилось ли у нас или не получилось получить количество расширений. Далее нам необходим буфер. Размер буфера мы увеличиваем до количества расширений. И дальше еще раз вызываем данную функцию, но теперь записываем количество расширений и данные в буфер. То есть в данном случае это буфер из строк с названиями расширений. Итак, следующим этапом нам нужно задать Instance Extensions. Это еще один вектор из именно с Char. Распаковываем буфер и пробегаемся по Instance Extensions. И записываем в вектор названия расширений. Итак, нам необходимо добавить еще один вспомогательный кусочек кода, который позволит нам отлаживать вообще расширения. С помощью активного припроцессорного блока мы добавляем отладочное расширение. Теперь нам нужно проверить, что все требуемые расширения Instance Vulkan поддерживаются. Для этого нужно перебрать с помощью цикла Vulkan Instance Extensions. И теперь задаем булевую переменную, поддерживается ли расширение. Делаем еще один цикл со свойствами расширений. Мы что-то подобное делали уже до этого. Только теперь мы пробегаемся по Supported Vulkan Instance Extensions. Если мы сравним теперь строки extension и название extension name из supported extension, если они равны, то расширение поддерживается. Выходим из цикла и все у нас хорошо. Теперь опять же нужно проверить, если у нас данная переменная до сих пор false. Если у нас расширения не поддерживаются, то выведем ошибку с названием расширения из вулкана в данном случае. То есть у нас есть два слоя Vulkan и OpenXR. Дальше нам нужно создать Instance Vulkan со всеми требуемыми расширениями. Для этого нам необходимо опять задать структуру данных Application Info и название приложения, версию API. В данном случае у нас будет API версия 1.3 Vulkan. Версия приложения 0.0.1. Версия движка тоже у нас будет соответствовать версии приложения. В данном случае это не играет роли. Название приложения по умолчанию Cosmo Engine XR, название движка. Мы это уже делали в предыдущем шаге. И теперь, наконец, добавляем структуру данных Instance Create Info. Instance Create Info это структура типа Instance Create Info. Как вы можете догадаться из названия. Далее нам необходимо задать свойства. Application Info это будет название приложения и некоторые свойства. А также количество включенных расширений. На всякий случай сделаем статическое приведение типа до Uinteger 32. Также название расширений, которые включены. Vulkan Extensions Instance.Data. Из этого вектора получаем данные и переносим название. Добавляем еще один отладочный слой. И теперь можно создать Create Instance. Передаем туда Instance Create Info. Пустой указатель на коллбеке. И в какую переменную мы будем сохранять этот Instance. Для этого идем в заголовок и добавляем VK Instance. Это переменная Instance. И опять же делаем проверку. На ошибки. Мы не смогли создать Instance с помощью вулкана. Вот в принципе контекст у нас практически готов. Теперь нужно сделать деструктор. Очистку OpenXR. Как это делается? Нам нужно добавить, во-первых, отладочный слой на всякий случай. И дальше проверить, если у нас есть XR Instance, то мы должны его разрушить. Destroy Instance. Также будем очищать все, что связано с вулканом. Для этого проверяем, есть ли у нас устройство. И если есть устройство, то мы его разрушаем. Destroy Device. В данном случае устройство у нас пока что отсутствует. Нам необходимо его задать. Переменный Device. Потом мы его будем инициализировать. Каким-то образом. На каком-то из этапов. На этапе создания устройства. Теперь давайте этот этап и сделаем. Эта функция Create Device. Нам нужно получить физическое устройство из OpenXR. И вернуть результат. Получаем getVulkanGraphicsDevice. Вызываем этот метод. Передаем туда Instance. Идентификатор системы. VKInstance. И переменную, в которую мы запишем физическое устройство. PhysicalDevice. После чего сделаем, опять же, проверку на ошибки, если что-то у нас пошло не так. И далее нам нужно будет что-то с данным устройством сделать. Что мы будем делать с устройством? Нам нужно выбрать DrawQFamilyIndex. Это индекс семейства очереди отрисовки. Итак, возьмем и сделаем вектор QFamilyProperties. QFamilies. И также сохраним количество данных очередей QFamilyCount. После чего можно вызвать GetPhysicalDeviceQFamilyProperties. Передать туда физическое устройство. Количество QFamily. И свойство NullPointer. После чего мы можем изменить размер QFamilies в зависимости от количества QFamily. И теперь записать данные QFamilyData. Если у нас есть индекс очереди вот этих именно отрисовок. И он найден, то мы что-то с этим будем делать. Давайте пробежимся в цикле по всем кандидатам QFamily. Нам необходимо пробегаться по QFamilies. Мы это будем делать с помощью цикла for. И у нас размер QFamilies.size это верхняя граница. Далее получаем QFamilyProperties. Это свойства очереди. И нам нужно получить эти свойства по индексу QFamilyIndexCandidate. Далее мы будем проверять. Если данная очередь включает действительную очередь, то мы продолжаем. То есть QCount равно 0, то continue. Теперь, если данная очередь поддерживает отрисовку. DrawingSupport. Для этого нужно проверить флаги. Если у кандидата есть флаг графический бит, QGraphicsBit, то мы говорим, что drawQFamilyIndex равен текущему индексу. Мы будем сохранять этот индекс. И для этого в заголовке добавим две новые переменные. DrawQFamilyIndex и PresentQFamilyIndex. У нас есть очередь представлений и очередь отрисовки. Мы сейчас работаем с очередью отрисовки drawQ. И таким образом получаем индекс. И далее задаем переменную, что мы нашли этот индекс. И выходим из цикла. Теперь, если у нас этот индекс по каким-то причинам не найден, то вводим ошибку, что данная возможность не поддерживается. И выходим, возвращаем false. Таким образом мы выбрали drawQFamilyIndex. Теперь нам нужно именно очередь представлений, индекс очереди представлений получить. Нужно получить сначала все QFamilies. Аналогичным образом получаем свойства. И получаем количество. То есть мы для начала берем, получаем количество. Далее, изменяем размер вектора в зависимости от количества. Это делается с помощью двух вызовов одинаковых функций. PhysicalDeviceQFamilyProperties. В данном случае, в первом вызове мы получаем количество. Во втором случае, при втором вызове, мы именно данные уже получаем. Теперь, если у нас PresentQFamilyIndex найден, то мы что-то делаем. Аналогичный цикл. Аналогичные действия, как и для очереди отрисовки, у нас для очереди представлений присутствуют. Я попросту копирую то, что было сделано для drawQ. И просто мы находим индекс и находим кандидата для отрисовки. Теперь, чтобы у нас все было как у хороших игровых движков, а именно, мы хотим показывать что-то с гарнитуры в режиме реального времени на мониторе компьютера. Так же, как сделали в Unreal Engine и в Unity. Для этого необходимо получить поддержку PhysicalDeviceSurfaceSupport. Мы передаем туда физическое устройство, передаем IndexQFamily, передаем MirrorSurface и передаем флаг IsPresentSupported. То есть, можем ли мы, в принципе, получить картинку со шлема и на вот эту зеркальную поверхность, то есть на экран персонального компьютера, отобразить картинку со шлема. Если данное действие не удалось, continue. Теперь, если у нас найден QFamilyIndex и поддержка present, то есть представление есть, то переключаем флажок и выходим. Если найден индекс очереди, presentQ, если он не найден, то выводим ошибку. Вот таким образом можно сделать поддержку именно зеркалирования просмотра, режим именно спектатора, наблюдателя. Теперь получаем все поддерживаемые расширения устройства из Vulkan. Vulkan Extension Properties. У нас будет, во-первых, количество расширений у устройства. Перебираем Device Extensions Properties. Сейчас аналогичным образом, только в данном случае у нас физическое устройство уже. Device Extensions Count. И проверяем на ошибки. Если что-то пошло не так, выводим ошибки. Итак, для чего это делается? Во-первых, у нас несколько устройств. У нас есть устройство гарнитуры, устройство графического адаптера вашего компьютера и еще монитор компьютера. Везде что-то нужно отрисовывать, правильно? И теперь получаем Device Extensions Properties. Записываем в данном случае данные. Получаем Supported Vulkan Device Extensions Data. Если мы их получили, то у нас все хорошо. Если не получили, выводим ошибку. У нас, опять же, два вызова метода. Смотрите внимательно. Итак, теперь мы хотим получить требуемое расширение устройства Vulkan из OpenXR. Для этого еще раз объявляем Vulkan Device Extensions. Это новая переменная, новый вектор из Char. Опять же, будет Count. Это размер этого вектора расширений. И проверка на ошибки. В данной серии видео мы постараемся использовать платформы независимый код. Итак, объявляем буфер строк. Изменяем его размер в зависимости от расширения. От количества расширений. И вызываем метод Vulkan Device Extensions. Записываем результат в буфер. Если что-то пошло не так, опять же, выводим ошибку. Следующим действием будет получение, распаковка строки из буфера. Vulkan Device Extensions. Теперь нам нужно добавить расширение для зеркального отображения. Для этого нам нужно использовать Swap Chain и расширение Swap Chain. Попросту добавляем вектор Vulkan Device Extensions Swap Chain. Теперь очень важный шаг. Нужно проверить, что все расширения устройства Vulkan поддерживаются. Нам нужно перебрать в цикле Vulkan Device Extensions. Помните, это у нас вектор из Char. И теперь еще раз пробегаемся по Supported Vulkan Device Extensions. И сравниваем название строк. String Compare. Если у нас название Extensions Name и Extension соответствуют друг другу, то есть возвращается 0, то все отлично. После чего мы можем аналогичным образом, как и ранее, провести отладочный вывод. Если у нас ничего не найдено и расширения не поддерживаются, мы выводим название тех расширений, которые не поддерживаются. Далее создаем устройство. Нам нужно получить свойства физического устройства. Physical Device Properties. Для этого объявляем новую переменную, после чего вызываем метод GetPhysicalDeviceProperties, в который передаем переменную PhysicalDeviceProperties, в которую запишем результат. Дальше. Нам нужно задать минимальный offset равномерного распределения буфера. UniformBufferOffsetAlignment. По умолчанию это 0. И мы будем получать это значение из PhysicalDeviceProperties. Дальше. Нам нужно определить лучшее поддерживаемое количество мультисэмплов. По умолчанию, насколько я помню, это 4xmsaa. Для этого нужно объявить переменную SampleCountFlux, которая получается из пределов свойств физического устройства. То есть у физического устройства есть буфер кадров, кадровый буфер, и есть количество сэмплов. Также не забываем, что есть еще буфер глубины, DepthBuffer. Итак, если у нас количество сэмплов соответствует 4-битам, то есть 4-кратный MSAA, то так оно и будет. Будем использовать такое количество мультисэмплов. По умолчанию это 1-бит. И если мы нашли что-то, что лучше, чем 1-бит, то есть 4-бита, да, то есть 4xmsaa, то запишем значение в MultisampleCount, значение SampleCount 4-бит. Если нашли 2-бита, то запишем 2-бита. Это нужно, чтобы иметь возможность многократного сэмплирования. Далее делаем проверку, что все расширения физического устройства действительно поддерживаются. С помощью метода getPhysicalDeviceFeatures передаем PhysicalDevice и PhysicalDeviceFeatures. Если мы по каким-то причинам не нашли свойства ShaderStorageImageMultisample, то есть мультисэмплирование изображений с помощью шейдера, то так уж и быть, выведем ошибку. Данная возможность не поддерживается физическим устройством. Всякие бывают гарнитуры. Может и такого не быть. Итак, дальше нам нужно получить именно возможности физического устройства под цифрой 2 из Vulkan. Для этого нужно получить PhysicalDeviceFeatures2. Это у нас структура типа PhysicalDeviceFeatures2. В таком порядке задается получение свойств устройства. И нам нужно получить свойство Multiview, то есть многооконный просмотр. Задаем структуру данных PhysicalDeviceMultiviewFeatures и Next это указатель на PhysicalDeviceMultiviewFeatures. Конечно же, нужно все обложить проверками. Если у нас какие-то ошибки выводятся, мы должны показывать это пользователю. Если у физического устройства не поддерживается Multiview, то так уж и быть. Выводим опять ошибку, что данное свойство не поддерживается устройством. Нам потребуется данное свойство в дальнейшем. Теперь нам нужно рендерить аж на два глаза. Для этого нужно использовать свойство ShaderStorageImageMultiSample. Задаем это свойство как True. Также задаем Multiview свойство равным True. Теперь нужно задать приоритет очереди. По умолчанию это единица. Задаем новый вектор из QCreateInfo. Это информация о именно очередях устройства. Нам необходимо задать новую структуру DeviceQCreateInfo. Это структура типа DeviceQCreateInfo. И далее задаем параметр QFamilyIndex. Это DrawQFamilyIndex. Количество очередей единицы. Приоритет QPriority. В данном случае это единица. И добавляем в вектор значение DeviceQCreateInfo. Далее, если у нас DeviceQFamilyIndex не равен очереди PresentQFamilyIndex, то мы задаем QFamilyIndex равный PresentQFamilyIndex. И добавляем опять же в вектор новый DeviceQCreateInfo. Итак, далее нам необходимо будет добавить новую переменную DeviceCreateInfo. Это структура типа DeviceCreateInfo. У этой структуры есть указатель на следующий элемент Physical Device Multiview Features и EnabledExtensionCount. Это количество расширений из устройства Vulkan. Далее задаем название расширений и, конечно же, возможности физического девайса. Далее необходимо будет задать информацию о создании очереди QCreateInfo. Это размер именно. Size. Далее задаем QCreateInfo. Непосредственно сами данные из DeviceQCreateInfo. И теперь, наконец-то, вызываем метод создания устройства, куда передаем физическое устройство, информацию о создании этого устройства и непосредственно передаем туда последним параметром Device, в который мы запишем непосредственно устройство. Если у нас что-то не получилось, выводим ошибку. На этом создание устройства завершилось. Теперь нужно проверить, есть вообще у нас какие-то графические требования и для Vulkan что вообще требуется. Для этого нужно задать новую структуру типа Graphics Requirements Vulkan и каким-то образом проверить что требуется Vulkan и как он будет работать с теми. Вызываем метод GetVulkanGraphicsRequirements перейдем туда XRInstance идентификатор и GraphicsRequirements после чего опять же делаем проверку на ошибки если у нас все хорошо то переходим к следующему шагу нужно получить очереди для этого вызываем DeviceQ GetDeviceQ Передаем устройство индекс очереди отрисовки и переменную очереди отрисовки DrawQ Для этого нам нужно эту переменную сделать и объявить У нас будет DrawQ и PresentQ Помните мы ранее объявляли это Если мы не нашли DrawQ очередь отрисовки то выводим ошибку Аналогичным способом можно задать очередь представлений PresentQ Передаем туда индекс и нам необходимо записать в переменную PresentQ Если у нас все успешно выходим из данной функции возвращаем True Теперь синхронизация устройства Нужно просто объявить Device Wait Idle то есть режим именно ожидания Теперь нам нужно получить внутренние переменные извне Если мы хотим использовать этот контекст то возможно нам потребуется во-первых View Configuration Type Instance системный идентификатор и остальные переменные Instance Vulcana физическое устройство и для всех этих переменных создаем Getter Также нам потребуется Index Очереди отрисовки DrawQ Family Index Some Device VK Device DrawQ Очередь отрисовки PresentQ Так как у нас есть однородный буфер мы можем возвращать и смещение Uniform Buffer Offset Alignment и также вернем количество Sample Count Flag Bits в принципе можно сделать теперь реализации данных функций в XR View возвращаем ViewType Instance возвращаем XR Instance System ID в Get System ID Get VK Instance возвращаем VK Instance физическое устройство возвращаем в методе Physical Device и так далее мы просто возвращаем переменные которые у нас внутри класса объявлены именно в заголовке и таким образом мы можем получать все эти переменные в других классах если мы сможем задать контекст проверяем что все у нас хорошо но что-то не собирается далее исправим ошибки которые у нас возникли во-первых нужно вернуть что-то в методе именно контекста то есть CreateDevice должен возвращать либо True либо False для этого просто добавляем возврат везде конечно же никто не защищен от ошибок поэтому каждый раз нужно проверять собирается ли приложение и приложение собирается конечно же весь проект уже доступен на сайте learnkyberkala.ru переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код для такого технически сложного проекта необходимо с самого начала выбрать правильную архитектуру я предлагаю использовать подход инъекции зависимостей dependency injection этот подход позволит наиболее глубоко прочувствовать все аспекты работы с виртуальной реальностью и игровым движком затем можно изменить архитектуру уже под конкретные цели для начала возьмем и объявим контекст если контекст у нас действительно валидный то дальше продолжаем по мейну и этот мейн будет в себе содержать все основные составляющие движка у нас будет зеркалирование спектатор создание устройства создание головного дисплея head-mounted дисплей контроллеры загрузка моделей а также основной цикл отрисовки всего происходящего на сцене у нас будет рендерер и подключение именно вот этого просмотрщика спектатор мир к головному дисплею дальше будет мейн луп как я уже говорил и что-то связанное с синхронизацией то есть нам нужно синхронизировать контекст каким-то образом и освобождать ресурсы создаем сразу же мир это класс для описания зеркального просмотра мы его реализуем до тех пор пока не упремся в необходимость создания дополнительных инструментов в заголовке у нас будет подключение всех необходимых библиотек в данном случае использование вулкана просто необходимо и можно его использовать из библиотеки GLFW также будем использовать вектор и вот пишем класс MirrorView у нас будет конструктор деструктор класса и в конструктор передадим контекст в таком виде у нас происходит dependency injection и чтобы это все хорошо работало нужно сделать forward declaration объявляем класс как бы сверху класс контекста теперь можно определение самой функции написать передаем контекст из контекста во внутренний контекст у нас будет у класса MirrorView внутренняя переменная m нижнее подчеркивание контекст которая будет хранить ссылку на вернее указатель на сам контекст чтобы потом каким-то образом что-то оттуда получать и так что будет в MirrorView для начала нужно создать полноэкранное окошко берем и сохраняем в переменную monitor значение функции getPrimaryMonitor то есть получаем основной монитор также нам нужно получить рабочую поверхность монитора то есть ширину высоту и так далее записать все это дело в переменную width and height и с помощью метода getMonitorWorkErea мы получаем эти параметры далее у нас будет дебаг что-то для дебага по умолчанию для отладки мы будем окошечко располагать где-то в левом верхнем углу экрана и для отладки будем использовать четверть разрешения монитора чтобы окошечко у нас не было слишком большим можете изменить этот параметр сделать например половину размера монитора и так далее правильно включаем заголовок MirrorView и далее у нас будет происходить следующее в предыдущем видео из этой серии мы делали подсказки для окна GLFW window hint и говорили что у нас нет клиентского API и так же мы поступаем и сейчас нам нужно создать окошко create window с заданными параметрами ширины высоты названия окна и на требуемом мониторе и это окошко мы будем хранить переменную в window для этого нам нужно во-первых эту переменную создать в классе и так же нужно как-то получать window title для упрощения можно объявить эту переменную прямо в cpp файле и назвать ее window title по умолчанию будет cosmo engine xr и так же давайте сразу же сохраним ссылку указатель на window во внутреннюю переменную m нижнее подчеркивание window префикс m означает что это member of class то есть это член класса то есть внутренняя приватная переменная если у нас окно по каким-то причинам не получилось нужно вывести в консоль некоторую отладочную информацию так как нужно знать что именно не получилось выведем параметры окна которые хотим создать и которые не получилось создать используем string stream и записываем ширину высоту а так же тип монитора это полноэкранный режим или оконный режим и ошибка у нас создания окна также переключаем флажок valid на false нам нужно этот флажок опять создать в данном классе по умолчанию true и выходим из именно вот этого конструктора и так дальше у нас будет задание использования указателя на окно set window user pointer мы говорим что данное окно принадлежит данному классу window view и так дальше нужно объявить callback для frame буфера задаем frame буфер size callback и нам нужно задать размер frame буфера как это делается нужно в этом классе каким-то образом объявить callback который будет реализовывать какой-то функционал ответ на запрос размера frame буфера что внутри во-первых нам нужно использовать определенный вид аргументов которые диктует нам glfw и в данном случае это ссылка то есть указатель на окно ширина и высота окна также у нас будет получение mirror view мы можем из glfw get window user pointer по указателю на окно получить mirror view вот этот вот зеркальное зеркалирование просмотра и по умолчанию принудительно интерпретируем приведение типов и говорим что это у нас mirror view то есть это у нас указатель на mirror view таким образом мы можем получить какие-то возможные во-первых методы из mirror view и также давайте подключим glfw3 библиотеку и что у нас будет дальше нам нужно как-то подумать что мы будем делать с этой информацией что вот нам потребовалось изменить фреймбуфер что мы будем делать нам нужно объявить функцию которая будет что-то делать при изменении размера экрана он window resize то есть когда когда изменился фреймбуфер его размер то мы априори говорим что возможно у нас окошечко изменилось размером мы поменяли окна и нужно также как-то изменение размера окна определять для этого будем использовать флажок из resize detected и когда у нас окно изменилось размерово то мы флажок переключаем в true таким образом callback обрабатывается также нужно использовать callback для определения ввода то есть у нас key callback будет это некоторые клавиши которые мы будем использовать также нужно в определенном виде задать аргументы этого callback это window именно key scancode action и mods вот такие вот параметры если действие высвобождения окна или нажата клавиши escape то мы хотим закрыть данное окно это необходимо для отладки просто на escape удобнее сразу закрывать окно если что-то пошло не так и помните мы делали аналогичные действия когда использовали win32 api в видео про directx12 из этого плейлиста далее после обработки данного действия можно перейти к следующему этапу мы хотим скрывать окно это делается очень просто set input mode ставим курсор скрыт то есть режим курсора и значение курсор hidden у данного окошка дальше нужно создать поверхность для окна для этого используем метод create window surface передаем туда из контекста instance вулкана также необходимо передать ссылку на окно и далее переменную surface в которую запишем результат создания surface то есть нам нужно объявить этот surface теперь в заголовке нам нужно создать в mirror view новую переменную с типом vk surface вот примерно так мы будем получать поверхность для отрисовки окна то есть msurface по умолчанию это пустой указатель у нас если возникает ошибка что указатель на неполный класс значит нам нужно этот класс где-то включить с помощью include то есть мы не можем дергать методы контекста для этого во-первых мы должны либо в заголовке либо cpp файле подключить именно заголовок context.h или context.h после чего мы сможем обращаться к методам контекста то есть мы можем получить теперь vk instance из контекста вот данный паттерн можно использовать в принципе везде и c++ он жестко рекламентирует именно использование вот таких вот вещей итак если у нас результат неуспешный то как всегда выводим в консоль ошибку и в данном случае это будет ошибка обычная glfw то есть generic glfw и переключаем флажок в положение false и выходим из данного инициализатора итак в деструкторе у нас будет освобождение ресурсов как обычно это мы будем делать практически в любом классе нужно получить устройство из контекста с помощью get vk device собственно для этого мы методы и делали все для того чтобы получать внутренние переменные класса если у нас устройство получилось и есть swapchain нам нужно теперь определить где у нас swapchain будет задаваться и вот тут возникает вопрос у нас есть у нас должна храниться ссылка на swapchain где мы будем ее хранить как мы будем получать давайте для начала swapchain объявим приватной переменной у класса mirror view а затем подумаем как мы будем этот swapchain цепочку буферов получать и задавать по умолчанию зададим пустой указатель и будем думать что она у нас как-то получается где-то и затем подумаем где мы будем этот swapchain задавать но мы сейчас в деструкторе и мы должны разрушить swapchain destroy swapchain и передаем устройство swapchain и аллокатор у нас пустой после чего мы можем задать instance получить vk instance это instance вулкана с помощью getvk instance именно этого метода из контекста если у нас есть instance то есть есть инстанция вулкана и есть поверхность surface мы сделали каким-то образом то нужно разрушить этот surface то есть уничтожить все ссылки уничтожить ресурсы освободить все и мы говорим что на данном этапе у нас surface уничтожается и все хорошо и дальше если у нас есть окошечко то мы должны окошечко тоже уничтожить с помощью метода destroy window из библиотеки glfw если используете другую библиотеку для окон соответственно на данном этапе будет разрушение окна и так после чего glfw необходимо разрушить terminate это полная очистка вообще ресурсов библиотеки далее далее будем подключать к вот данному зеркальному отображению картинку со шлема для этого нужно передать в метод connect во-первых headset и во-вторых renderer но у нас ни одного ни другого пока что нет это нужно будет сделать на данном этапе мы уперлись в отсутствие необходимых классов и давайте перейдем еще к следующему следующему функционалу это обработка событий окна процесс window events нам необходимо будет дергать event из библиотеки glfw с помощью метода poll events или poll events и на этом этапе у нас будет обработка каких-то действий событий окна далее сделаем кастомное перечисление render result которое позволит использовать обработку результата отрисовки у нас будет ошибка visible или invisible то есть минимализированное окно свернутое и так у нас будет функция рендера то есть отрисовки нам нужно получить индекс swap chain и вернуть render result также функция present и методы для возвращения внутренних переменных из valid соответственно метод для возврата переменной valid из ext requested get surface и так далее мы эти методы сразу же реализуем не забываем что render result у нас принадлежит к классу mirror view поэтому данный тип он у нас кастомный это перечисление и он как бы внутренний относительно mirror view поэтому нужно его будет получить из mirror view далее мы хотим использовать разрешение swap chain нам необходимо задать данную переменную в классе mirror view это переменная типа extend 2d из vulcan swap chain resolution по умолчанию это 0 0 и так если у нас есть разрешение swap chain есть ширина и она равна 0 и высота равна 0 то мы делаем следующее мы проверяем если у нас изменение окна resize произошел если он произошел то из resize detected переключаем в состояние false и мы должны на этом этапе развернуть окно в максимальный размер для этого мы проверяем был ли пересоздан swap chain цепочка буферов то есть нам нужно каким-то образом теперь пересоздавать swap chain потому что размер окна изменился и соответственно размер окна для отрисовки у нас тоже изменился в ином случае мы пропускаем кадры свернутого окна то есть render result invisible то есть у нас есть два состояния свернутое и развернутое окно и так возвращаем результат и используем метод acquire next image то есть получаем следующую картинку из вулкана нам нужно устройство swap chain и тут необходимо использовать renderer мы уперлись в то что у нас нету renderer давайте сделаем класс renderer то есть это наш непосредственно отрисовщик используем создание класса в уже знакомом виде в cpp файл подключаем заголовок в заголовок пишем pragma once включаем вектор и объявляем прямые декларации forward declarations то есть нам нужно написать что есть класс контекст можно это вынести в отдельный заголовок или прикомпилированные заголовки и так что будет в классе render во первых конструктор нужно передать контекст именно указательный контекст и некоторые параметры renderer можно эти параметры вынести в отдельную структуру так и сделаем нам нужно использовать headset данные о меше мешдейта для этого опять же делаем прямое определение что у нас есть класс мешдейта дальше у нас будет вектор из моделей которые мы хотим отрисовывать то есть это у нас вектор из указателей на модели также есть структура модели это именно геометрическая модель которая на сцене будет присутствовать и вектор это вот список по сути типа список из моделей также деструктор у нас будет внутри рендерера и уже знакомый флажок valid также внутренний указатель на контекст внутренний указатель на headset это гарнитура и пока что все далее нам необходимо будет сделать несколько новых классов как вы уже понимаете нам необходимо сделать headset это класс который описывает гарнитуру расширенной реальности нам необходимо уже по знакомой схеме подключить заголовок в cpp файл и мы знаем что у нас есть headset в headset опять же будем передавать контекст давайте сделаем прямые определения контекста имидж буфера рендер таргета и далее объявляем конструктор и деструктор класса headset передаем туда контекст устройства в контексте помним что мы получаем устройство графическое физическое и так далее также нужно сделать кастомное перечисление begin frame result у нас будет ошибка отрисовка полностью пропуск кадра или пропуск без выхода то есть пропуск обработки кадра без выхода итак у нас будет метод begin frame в которой мы передаем индекс свопчейна метод завершения кадра end frame и опять же методы которые возвращают внутренние переменные isvalid и isexit requested также будем получать xr session как вы уже понимаете у хедсета будет привязка к openxr поэтому нам необходимо использовать заголовок openxr чтобы оттуда получать методы и типы данных xr session таким образом мы можем использовать итак у нас внутренние переменные exit requested выход запрошен и валидность это флажок также указатель на контекст и в принципе можем теперь сделать definition то есть определение данных методов что будет в конструкторе как всегда у нас конструктор будет огромным везде во всех классах конструктор довольно массивный как только этот класс создается сразу же передаем внутреннюю переменную контекст контекст который мы в аргумент передаем конструктор и таким образом сразу же происходит задание внутреннего указателя на контекст и чтобы у нас все было однородно приватные переменные мы будем с префиксом m использовать я на всякий случай везде это укажу и чтобы у нас не было путаницы и все было однородно и понятно что если у нас префикс m то это переменная класса приватная чтобы мы ни в коем случае не путались вот потому что мы сейчас уже передаем контекст задаем внутреннюю переменную контекст хорошо если среда разработки подсвечивает вот эти переменные и различает их получаем устройство девайс из контекста дальше необходимо каким-то образом использовать мультисэмплирование для этого мы можем получить количество мультисэмплов опять же из контекста и так далее нам необходимо будет именно получить как-то вот эти мультисэмпл флагбитс откуда получаются мультисэмплы как минимум нужно подключить вулкан и можно это сделать двумя способами либо из библиотеки вулкан с помощью вулкан точка аж напрямую то есть это у нас статически прилинкованная библиотека будет с помощью дл файла либо из глф w3 итак нам нужно теперь создать рендер пасс то есть проход нашего отрисовщика нам необходимо использовать маску view mask вот в таком виде создается эта маска и в точно в таком же виде задается маска корреляции нам нужно использовать некоторую структуру данных render pass multi view create info и как всегда у нас эта структура типа render pass create multi view info вот все достаточно примитивно в вулкане главное знать как все называется итак количество саппассов то есть под проходов 1 view mask у нас будет записываться и получаться из переменной view mask correlation mask count количество этих масок единица и значение этой маски в correlation masks передаем таким образом задаются параметры создание render pass multi view нам нужно дальше описать attachment объявим прямо в этом файле переменную формата vk format это цвет формат цвета r8 g8 b8 то есть именно описание цвета у нас происходит следующим образом у нас есть формат color format и sample multi sample count load op это чистый цвет attachment load op clear store op это у нас store op store и stencil у нас это stencil который не интересует нас в данном случае мы задаем don't care для store op и load op возможно здесь ошибка в конце мы протестируем итак initial layout у нас undefined не задан и final layout это у нас оптимальное прикрепление цвета теперь нужно задать attachment reference у нас будет ноль прикреплений color attachment reference layout будет оптимальное расположение цвета итак помимо цвета у отрисовщика есть еще и глубина то есть у нас есть тип attachment и чтобы у нас модели на сцене были объемными хорошо бы использовать карту глубин и буфер глубин для этого нужно определить формат глубины это d32s float соответственно нам при рендер пассе необходимо во-первых прикреплять цветовую карту и карту глубин мы сейчас определяем именно def attachments то есть глубины на кадре расстояние до предметов определяется с помощью такого вот черно-белого изображения которое показывает где находятся предметы что и как они друг относительно друга по глубине относительно камеры расположены в таком виде у нас def attachment description задается мы передаем формат глубины далее задаем количество мультисэмплов параметры stencil load и store а также начальный layout и конечный layout final layout у нас def stencil attachment соответственно мы говорим что у нас stencil пока что не определен возможно здесь ошибка в конце исправим и так у нас есть помимо определения def attachment еще def attachment reference это ссылка в данном случае layout будет у нас def stencil attachment optimal далее у нас еще один слой будет это resolve attachment формат будет цвета сэмплов количество 1 бит load op мы не заботимся о том что у нас в загрузке происходит сохранение мы тоже не заботимся attachment store op don't care начальный layout не определен и конечный layout у нас определяется параметром color attachment оптимальное расположение прикрепления цвета также помимо resolve attachment description у нас будет attachment reference мы попросту attachment у параметра attachment в каждом из референсов увеличиваем значение на единицу так как это третий элемент выставляем 2ю и layout color attachment optimal теперь мы можем определить описание под прохода sub pass у нас будет точка прикрепления именно конвейера bind point graphics количество прикреплений цвета color attachment единица и ссылки на color attachments предоставляем на depth stencil attachments и на resolve attachments собственно таким образом мы под проход и определяем далее мы в array std array у нас есть массив мы передаем все прикрепления attachments у нас определение цвета глубины и резолва итак теперь мы можем создать render pass нам нужно передать устройство render pass create info и сам render pass необходимо опять же задать новую структуру render pass create info которая будет типа render pass create info далее задаем параметры у данной структуры есть next то есть ссылка на следующий элемент следующий элемент у нас следующий элемент у нас render pass pass multi view create info количество прикреплений мы можем статически привести к типу uinteger 32 и передать размер attachments'ов сами вложения будут получаться из вектора attachments и с помощью data получаем значение количество проходов 1 subpass и subpasses мы соответственно получаем из переменной subpasses итак мы хотим render pass также сохранять каким-то образом и при создании его мы сразу же передаем во внутреннюю переменду render pass если у нас все успешно то мы продолжаем если не успешно то у нас выводится ошибка и флажок valid в состояние false переводится таким образом наконец-то мы сделали один проход отрисовщика дальше мы можем создать инстанцию и устройство xr instance мы его можем получить из контекста get xr instance и дальше нужно каким-то образом сделать устройство для этого нам необходимый идентификатор xr system id можно также получить из контекста очень удобно что мы позаботились об этом ранее и теперь можем получить опять же из контекста физическое устройство также нам необходимо получить индекс drawq family тоже из контекста мы это можем получить и теперь можно создать сессию с вулканом и с байдингами графическими вулкана для этого необходимо задать структуру типа graphics binding вулкан и этот graphics binding у него есть параметры устройства задаем девайс instance будет получаться из контекста физическое устройство это у нас тоже физическое устройство из контекста q family индекс мы уже получили ранее индекс очереди ноль теперь можем наконец-то определить структуру для создания сессии типу этой структуры type session create info и параметры внутренние next это graphics binding system id xr system id также при создании сессии возвращаем результат в метод create session передаем instance session create info и теперь мы можем наконец-то сохранить сессию во внутреннюю переменную xr session по умолчанию это у нас пустой указатель опять же используем префикс m чтобы разделить внутренние переменные класса от тех которые у нас передаются в аргументы или от глобальных переменных итак если у нас сессия не получилось результат выдал ошибку выводим ошибку везде и флажок переключаем также нам нужно сконфигурировать view view type получаем из xr view type нам нужно получить количество глаз у нашего шлема виртуальной реальности или расширенной реальности для этого нужно посмотреть сколько есть view то есть enumerate view configuration views для этого нужно передать instance system id тип view и количество глаз мы хотим каким-то образом сохранить эту переменную либо записать либо задать итак i count это у нас один из параметров перечисления view configuration views итак после чего мы знаем что у нас каким-то образом количество глаз получилось мы это все сохранили и теперь можем следующим этапом наконец-то задать переменную вектор xr view configuration view это eye image info это параметры изображения на каждый глаз чтобы как-то работать с этим вектором нужно размер его изменить для этого мы передаем в resize размер количество глаз то есть у нас eye count есть итак после чего можем пробежаться в цикле по всем eye image infos и получить информацию о каждом глазе у нас есть тип мы можем задать eye info type это xr type view configuration view next это null pointer таким образом мы в принципе знаем что на данном этапе можно опять же перечислить все конфигурации просмотров то есть view view в данном случае может играть роль например экрана изображения и так далее где мы отображаем картинку теперь мы можем передать размер eye image infos и наконец-то задать информацию о именно картинке с глаз то есть в data мы все получаем и записываем то есть m eye image infos у нас теперь заполнен у нас заполнено переменное количество глаз eye count и переменная вектор eye image infos теперь у нас возникает потребность расположения и определение расположения глаз нужно задать вектор типа xr view и этот вектор у нас называется eye poses мы опять же изменяем его размер в зависимости от количества глаз возможно у гарнитуры один глаз нам нужно предоставить позы глаз некоторые вот такое вот абстрактное понятие eye poses тип у нас xr type view next у нас пустой указатель и далее нужно проверить что у нас требуемый формат цвета поддерживается для этого нужно определить количество форматов по умолчанию это ноль и дальше сделать перечисление форматов цепочки буферов swapchain с помощью метода enumerate swapchain formats передаем сессию передаем format count вот в таком виде в вулкане все происходит мы получаем форматы и проверяем опять же на ошибки если что-то у нас пошло не так выводим ошибку флажок меняем дальше нам необходимо новую переменную сделать форматы это вектор форматов его размер format count дальше опять же вызываем еще раз данную функцию enumerate swapchain formats и теперь уже записываем данные formats data то есть вектор у нас наполнен и теперь проверяем что у нас все хорошо если мы нашли какой-то поддерживаемый формат изображения именно цвета то можем перебрать все данные форматы если формат у нас равен integer 64 то есть формату цвета который мы хотим использовать то пишем что формат найден и выходим из цикла если у нас формат не найден то выводим ошибку мы говорим что данная возможность не поддерживается openxr swapchain format и выходим отовсюду вот у нас постоянно будет такая проверка на обезьяну потому что вулкан вещь такая которая позволяет настраивать абсолютно все теперь нам нужно сделать буфер цвета color буфер для этого нужно использовать image buffer это класс и у нас будет цвет то есть color буфер и глубина def buffer все это у нас переменные типа image buffer или image buffer мы задаем новый image buffer нам необходимо передать контекст и параметры буфера изображений в параметры мы передаем во-первых разрешение вот в таком виде можно задавать сразу же структуру я через точку могу вызвать название параметра и для начала необходимо задать первый параметр размер это разрешение глаз второй параметр это формат def format и далее через запятую перечисляем остальные параметры структуры usage использование image usage def stencil attachment то есть это у нас глубина def stencil далее контекст из контекста получаем количество мультисэмплов и передаем в параметр samples далее нужно передать aspect соотношение в данном случае это соотношение глубины aspect def bit и количество слоев два слоя у нас возникает вопрос во-первых откуда получить i-resolution мы не знаем где брать разрешение каждого глаза где его получить нам необходимо как-то во-первых его хранить и откуда-то получать но сама структура для создания буфера цвета у нас готова давайте сделаем перемену extend 2d и это будет наше разрешение глаз нам нужно получить i-resolution каким-то образом для этого сделаем новый метод get i-resolution нам нужно его где-то объявить давайте подумаем где это лучше сделать можно сделать публичный метод в хедсете get i-resolution передаем туда аргументом индекс глаза для каждого глаза разрешение может быть разным нам нужно попросту вернуть extend 2d после чего мы уже знаем что мы получили разрешение глаза можно вернуть вот такую структуру recommended image erect width и height extend 2d это по сути два параметра ширина высота вот так мы можем сделать def buffer после чего опять же делаем проверку смогли ли мы его сделать def buffer у нас валидный или нет далее нам необходимо сделать буфер цвета буфер цвета у нас по сути ничем не отличается от буфера глубины разве что мы передаем сюда формат цвета а не формат глубины и используем его как color attachment и вместо def бита используем aspect color бит и теперь мы говорим что это у нас color буфер и можем сделать color буфер с помощью инициализации нового класса image буфер вот так мы сделали все необходимые вещи чтобы использовать swapchain и render target теперь собственно переходим к реализации создания swapchain нам необходимо передать сессию и передать информацию о создании swapchain и соответственно и соответственно сам swapchain где нам взять swapchain мы уже знаем что в принципе каким-то образом swapchain можем получить можем задать swapchain по умолчанию пустым если это у нас null pointer это будет приватная переменная класса headset и мы можем записать сразу же swapchain при вызове создания swapchain но нам необходимо сделать структуру типа swapchain create info передать формат цвета количество сэмплов в эту структуру записываем iImage infos но опять же у нас нет количества сэмплов нужно как-то их получить для этого задаем новую переменную xrview configuration view iImage info она будет называться и получаем по индексу 0 информацию из вектора iImage infos и таким образом получаем количество рекомендуемых сэмплов для swapchain swapchain create info у него есть еще несколько параметров ширина высота и количество элементов массива количество элементов массива получаем в зависимости от количества глаз количество фейсов face count 1 mip count 1 и все это дело после создания возвращаем в результат и говорим что мы опять делаем проверку на ошибки теперь мы хотим получить количество изображений цепочки буферов swapchain и запишем данный параметр в переменную swapchain image count с помощью enumerate swapchain images мы можем получить количество изображений swapchain конечно же записываем в переменную swapchain image count количество этих изображений у цепочки буфера также нам нужно получить непосредственно сами изображения для этого можно сделать новый вектор из переменных типа swapchain image vulcan это сами изображения из цепочки мы изменяем размер этого вектора в зависимости от количества изображений в цепочке и пробегаемся в цикле по всем всем swapchain images по всем изображениям тип у нас изображения это swapchain image vulcan и теперь мы можем вызвать обратно тот же метод enumerate swapchain images и теперь наконец-то можем записать данные нам по сути требуется вызвать в абсолютно такой же форме данный метод и вместо того чтобы указывать пустые данные мы записываем данные последним параметром в переменную swapchain image base header это указатель и эта перемена называется data мы получаем данные из вектор swapchain images вот таким образом мы можем записать в этот в data данные о изображениях далее нам необходимо сделать новый вектор из указателей на render target это у нас переменная называется swapchain render targets для чего она нужна нам нужно сделать эти целевые представления отрисовщика помните мы об этом говорили в предыдущих видео и особенно это было понятно на примере directx12 теперь мы пробегаемся по элементам вектора swapchain render targets само представление для отрисовки можем получить из swapchain render targets по индексу render target index теперь можно найти изображение по индексу из swapchain и сделать новое представление отрисовки new render target для этого необходимо задать параметры этого представления render target params в данном случае параметрами будут являться во-первых color image view само изображение image далее задаем color image view это у нас color buffer из буфера получаем image view dev image view мы получаем из dev buffer get image view и так далее нам необходимо далее использовать устройство формат размер размер у нас соответствует размеру глаз то есть разрешению глаз формат этот color формат render pass мы знаем что мы записали в переменную render pass количество слоев 2 и я немножечко ошибся в render target мы только параметры передаем без девайса девайс нужно передать именно как параметр структуры если у нас все хорошо то мы продолжаем если нет то вводим ошибку далее нам потребуется информация о адресовщике глаз то есть render info и нам потребуется новая переменная i render info нам необходимо в сам класс добавить эту переменную чтобы мы каким-то образом потом записали что-то в нее и так давайте аналогичным образом в приватные переменные добавим вектор из xr composition layer projection view это будет информация о отрисовщике глаз и изменим сразу же размер вектора в зависимости от количества глаз я полагаю что у нас два глаза и в принципе мы будем отталкиваться от этого и так пробегаемся по массиву информации о глазах и получаем индекс и нам нужно теперь получить из i render info по индексу i index информацию о конкретном отрисовщике глаз отрисовщик глаз в данном случае это то что в каждый глаз будет рисовывать картинку у нас тип i render info это composition layer projection view помните что есть такая матрица проекций вот собственно здесь она и применяется в некотором смысле теперь нам нужно ассоциировать текущий глаз с цепочкой буферов для этого нам необходимо получить опять же информацию об изображении которое поступает в глаз и из вектора i image infos по индексу а индекс получить xr configuration view теперь можно использовать задание sub image sub image swap chain это наш swap chain индекс массива изображений это индекс глаза и смещение изображения image rect 0 а вот с extend придется подумать нам необходимо статически привести тип данных именно рекомендуемую ширину квадрата изображения из глаза и рекомендуемую высоту то есть у i image info есть вот эти два параметра recommended image rect то есть это квадратик именно кадра теперь нам потребуется еще одна переменная вектор из матриц 4х4 это view матрицы для глаз и projection матрицы для глаз вектор потому что у нас несколько глаз и для каждого глаза есть своя матрица отрисовки и проекции теперь необходимо эти матрицы изменить вернее вектора изменить в соответствии с количеством глаз то есть размер вектора изменяем и в деструкторе будем очищать все если есть сессия завершаем xr сессию если есть swapchain цепочка буферов то разрушаем эту цепочку буферов и дальше пробегаемся по целевым представлениям отрисовки мы берем и получаем рендер таргеты именно указатели и удаляем из swapchain render targets мы получаем конкретный рендер таргет и вот в таком виде у нас в принципе headset уже готов осталось совсем немного теперь можно добавить необходимые геттеры можно получить xr space дальше можно получить состояние кадра xr frame state получить render pass а также можно получить количество глаз на всякий случай мы еще и добавим эти методы чтобы возвращать внутренние переменные где-нибудь также не забывайте что можно еще и получить iviewmatrix то есть у нас есть матрица view матрица для глаза и можно по индексу глаза получить еще и матрицу проекций также можно получить по индексу swapchain render target итак наконец-то можно эти методы определить давайте их реализацию и напишем в cpp файле чтобы начать кадр нам нужно что-то сделать а затем начать дергать event из openxr сначала получаем instance из контекста xr instance получили записали теперь заполняем буфер данных событий event data буфер и пока мы дергаем события xr пол event из instance записываем все данные в буфер event data и пока у нас все хорошо то мы делаем switch переключение в зависимости от типа буфера если у нас loss pending то мы запросили выход и значит можно сказать что мы возвращаем пропуск кадра то есть полностью skip fully дальше следующий случай кейс это изменение состояния сессии session state changed мы можем переопределить reinterpret cast буфер и сказать что это event событие некое нам нужно теперь записать переменную внутреннюю xr session state это session state у нас и мы записываем сюда из event состояния таким образом если у нас есть event и его состояние готов state ready то мы проверяем если мы еще не в состоянии начала сессии а что это за состояние а это состояние нам необходимо будет проверить необходимо сделать новый метод который проверяет сессия уже в состоянии начала или в состоянии окончания это сессия именно xr то есть мы можем подключать устройство отключать устройство и так далее могут контроллеры отваливаться зарядка сессии и так далее все это живет от сессии до сессии и так при начале сессии нам необходимо определить структуру session begin info и задать primary view configuration type это xr view type из контекста затем начать сессию xr begin session сюда передаем внутреннюю переменную сессии и вот эту структуру session begin info если у нас не получилось начать сессию то мы выводим ошибку уже по стандарту если все хорошо то возвращаем true в принципе то же самое происходит при окончании сессии только наоборот мы сразу же вызываем end session передаем сессию и проверяем на ошибки теперь осталось заполнить недостающие методы которые мы сейчас добавили вот тут всплыла ошибка как раз нужно передавать в render target не просто девайс а девайс передавать именно параметром в структуру render target парамс чуть позже мы это конечно же поправим для начала давайте в соответствии с нашей конвенцией стиле кода изменим немножечко название переменных во-первых у нас получение контекста из внутренней переменной mcontext или контекст можно делать по-разному впоследствии будет этап рефакторинга где будем думать где у нас узкое горлышко а теперь давайте перенесем девайс все-таки в структуру render target парамс именно параметром структуры для этого просто можно взять наш девайс и переместить внутрь структуры так как у нас один из параметров структуры это vkdevice далее будем уже заполнять оставшиеся методы и функции реализовывать все последовательно перемещаем девайс внутрь структуры и так теперь что будет происходить когда у нас не получилось начать сессию в ином же случае будем обрабатывать следующее событие если у нас состояние эвента эквивалентно session state stopping то если мы не смогли завершить сессию то опять же вводим ошибку frame result и еще одно состояние когда у нас есть loss pending или есть session state exiting то есть если мы пытаемся выйти из приложения или потеряли очередь следующих команд событий и так далее то есть event и у нас теряются то это означает что по каким-то причинам мы запросили выход и значит можно полностью пропустить текущий фрейм вот так происходит обработка кадра дальше после того как мы выдернули события xr нужно задать тип буфера это xr type event data буфер собственно о чем и говорит название далее обрабатываем всякие пограничные случаи если у нас сессия не готова если она не синхронизирована и опять же если состояние сессии не равно видимое или состояние сессии не равно фокус то мы можем с уверенностью сказать что у нас происходит полный пропуск кадра skip fully то есть мы не ждем не начинаем и не заканчиваем кадр как таковой и так дальше нам нужно ждать следующего кадра для этого нам нужен frame state давайте зададим новую переменную frame state так как у нас пока что это переменной нет можно ее задать в хедсете по умолчанию она пустая мы можем frame state задать в следующем виде frame state type это у нас xr type frame state теперь нужно задать структуру frame weight info типа xr type frame weight info и далее вызовем метод weight frame сюда передаем сессию weight frame info и последним параметром конечно frame state передаем куда мы записываем состояние опять же не забываем об обработке ошибок это важно после каждого шага всегда обрабатываем ошибки дальше начинаем новый кадр begin frame info создаем новую новую структуру типа frame begin info дальше вызываем метод begin frame сюда передаем session и frame begin info если по каким-то причинам у нас состояние не shoot render то пропускаем кадр то есть если мы не должны отрисовывать что-то то по сути хост знает что мы не хотим рисовать текущий кадр и завершаем текущий кадр skip render теперь нам необходимо обновлять позицию глаз iPoses для этого необходимо задать новую переменную viewState и viewState type будет равен type viewState далее объявим переменную количество view и структуру viewLocateInfo типа viewLocateInfo у viewLocateInfo есть параметр viewConfigurationType сюда необходимо передать состояние из frameState predicted displayTime то есть предсказанное время экрана экранное время и нам необходимо еще задать xrSpace это некоторое пространство именно xr что это такое есть несколько типов координат в xr пространстве есть локальное пространство пространство представления view и пространство сцены stageSpace задаем тип конфигурации xrViewType и теперь можно locateViews сделать то есть предоставить расположение view необходимо передать сессию viewLocateInfo viewState переменную в которой мы запишем состояние а также размер iPoses viewCount и данные о позициях глаз iPosesData и опять же если ошибка то обрабатываем ее если у нас количество view не равно количеству глаз по каким-то причинам то это нехорошо у нас опять же ошибка отвалился какой-то глаз нехорошо итак нам теперь нужно обновить информацию о рендере глаз и матрице проекции помните если вы изучали 3D графику что у нас есть преобразование между матрицами view projection и матрицей насколько я помню модели model view projection MVP так называемая вот эта тройка матриц теперь мы перебираем по количеству глаз получаем индекс и получаем из iRenderInfo по iIndex элемент из вектора который является информацией о рендере глаза отсюда же получаем позу то есть по индексу из вектора iPoses получаем позу глаза и передаем в рендерер информацию с глаз о позе и фов помните фов это field of view теперь непосредственно обновляем матрицы проекции и матрицы просмотра projection and view matrices мы можем получить позу iRenderInfo pose и далее в матрицу iViewMatrices по индексу iIndex можем записать следующее значение мы будем использовать библиотеку glm оттуда можно получить некоторые матричные преобразования для упрощения нам нужно инвертировать матрицу то есть сделать обратную матрицу для этого используем библиотеку glm подключаем fwd теперь используем специальную утилиту которую сделали преобразование матриц то есть позу преобразуем в матрицу post matrix и делаем обратное преобразование в принципе для создания матрицы проекции у нас тоже есть вспомогательный метод и в этот метод необходимо передать field of view ближайшую плоскость и самую дальнюю плоскость и записываем в eye projection матрицы по индексу значения помните что у нас есть ближайшая clipping pain far и near по z именно оси теперь получаем информацию из swap chain получаем информацию об изображении у нас есть swap chain image acquire info такая структура вспомогательная и с помощью метода acquire swap chain image получаем изображение записываем соответственно все это дело далее необходимо ожидать изображение то есть нужно задать структуру swap chain image weight info задаем бесконечный timeout xr infinite duration и далее вызываем метод weight swap chain image то есть ждем изображение из цепочки буферов и передаем туда swap chain swap chain image acquire info после чего если у нас все хорошо то полный рендеринг делаем кадра request full rendering of frame это у нас именно у перечисления render fully значение и так в принципе у нас готов все для того чтобы продолжить реализацию хедсета для end frame необходимо отпустить изображение из swap chain у нас есть специальная вспомогательная структура swap chain image release info которая является типом swap chain image release info собственно теперь мы можем отпустить swap chain image передаем туда swap chain swap chain image release info и если у нас ошибка то выводим ошибку либо возвращаем что-то далее происходит этап завершения кадра у нас есть композиция слоя проекции composition layer projection необходимо задать такую структуру данных опять же composition layer projection у нас пространство будет mspace то есть xrspace viewcount равно размеру i image infos далее количество вернее переменная views это i render infos data из i render infos получаем данные далее формируем вектор из composition layer base header это у нас наши слои и если у нас позиция валидная то мы проверяем вернее мы проверяем если у нас view state flags и позиция валидная то есть valid bit то возвращаем булевое значение и то же самое делаем с ориентацией то есть если флаги у view state есть и флаги равны orientation valid bit то у нас возвращается true в переменную из orientation valid дальше если у нас состояние кадра находится в состоянии должен отрисовываться и ориентация и позиция всего и вся у нас валидная то есть все хорошо то мы добавляем в вектор слоев следующий компонент composition layer projection теперь необходимо задать структуру frame and info и задать у нее параметры display time predicted display time получаем из frame state количество слоев это размер вектора layers данные это то есть сами лейры это данные из вектора layers environment blend mode у нас апек то есть можно использовать другой environment blend mode можете поэкспериментировать с этим и сделать свой режим пасу или какой-нибудь другой итак завершаем end frame вызовом метода end frame после чего можем заполнить недостающие функции которые возвращают внутренние переменные session space xr frame state и так далее render pass у нас все есть уже для того чтобы возвращать эти переменные в принципе это у нас стандартный шаг для написания любого класса мы раскрываем через вот такие методы некоторые переменные внутренние но вернее мы их не раскрываем а получаем извне итак для возврата iViewMatrices необходимо по индексу будет получать значение из этой матрицы то есть по индексу глаза у нас есть iIndex и из iProjection матрицы получаем значение для iProjection матриц и для view матрицы из miView матрицы вот собственно таким образом это и происходит то же самое для swapchain render targets то есть просто по индексу получаем значение из вектора и в принципе у нас headset уже довольно таки готов я поздравляю вас с тем что вы уже большую работу проделали впереди много интересного не забывай что прогресс можно отмечать на портале learn kybercolor.ru переходи по первой ссылке в описании немножечко изменим наш рендерер нам необходимо будет предоставить в метод render во первых матрицу камеры затем индекс swapchain и время также у нас будет метод submit то есть размещение и будем использовать семафоры либо не будем использовать от этого будет зависеть реализация submit добавим возможность использования или не использования и давайте сразу же сделаем в рендерере шаблонные методы из valid будет возвращать попросту внутреннее значение переменной valid и нам необходимо будет добавить еще несколько вещей в сам отрисовщик рендерер во первых необходимо использовать мат аппарат библиотеку glm оттуда подключаем использование матрицы 4х4 для того чтобы задавать матрицу камеры также подключаем заголовки контекста хедсета mesh data буфера данных модели именно цепочки отрисовки pipeline render target и вспомогательные утилиты это необходимо чтобы можно было обращаться к каким-то функциям переменным внутри данных классов если модификаторы позволяют это итак нам нужно теперь в рендерере во-первых передать контекст мы во внутреннюю переменную передаем контекст который у нас в аргументах и в хедсет внутренний передаем из параметров значения хедсета ссылку на устройство а также задаем модели то есть отрисовщик будет отрисовывать все что происходит на сцене модели и для этого необходимо сделать вектор из указателей на класс модели итак после чего у нас вот в таком виде нужно будет получить устройство как и всегда мы можем из Vulcan получить девайс из контекста с помощью get vk девайс потом нам необходимо будет задать pull команд но давайте прежде чем дальше реализовывать рендерер поговорим о контроллерах сделаем новый класс контроллер он будет отвечать за ввод с устройств ввода соответственно это будет уже папочка input нам нужно в сам хедер контроллеров подключить openxr вектор и наконец-то объявить класс контроллер у нас будет инициализатор конструктор класса в который мы передадим xr-instance и xr-сессию и деструктор также есть метод синхронизации помните у нас есть пространство xr-space и xr-time это время также из-вэлит уже знакомая функция возвращающая внутреннюю переменную вэлит которая приватная собственно это и пишем переходим к реализации в конструкторе нам необходимо создать action set action create info рекомендую посмотреть парочку видео из плейлиста VR на unity или на unreal engine тогда вы сможете понять откуда все это идет у нас есть некоторые сеты action то есть action set create info мы можем задать эту структуру данных и скопировать значение с помощью mem copy собственно в таком виде мы копируем перебрасываем из одного в другое далее можно задать сессию так как мы передаем во-первых эту сессию в конструкторе внутри можем сессию объявить дальше пути и пространство path и spaces это вектора из вот таких типов данных дальше у нас есть action set а также поза у нас есть действия позы некоторые и действия полета некоторые то есть у нас есть система ввода которая по названию действий может выполнять что-то и сейчас мы учимся работать с этой системой ввода нам необходимо объявить новые переменные количество контроллеров по умолчанию это два устройства ввода также необходимо задать еще некоторые переменные строку action set name и по умолчанию это будет action set дальше локализованное название action set будем использовать попросту actions и собственно таким образом можно скопировать локализованное название action set и сам action set вот с помощью mem copy мы перемещаем данные из одного места в другое теперь можно наконец-то создать action set create action set передаем instance передаем информацию action set create info и собственно переменную в которую мы все это запишем m action set если у нас что-то пошло не так такое бывает часто когда отлаживаем проект то из утил давайте переместим утил просто в корень это у нас утилиты общие общего назначения для того чтобы обрабатывать не только ошибки но и некоторые преобразования типов данных и везде изменим пути собственно у нас будет утил располагаться не в рендеринг а просто в утил вот архитектура проекта в принципе она достаточно похожа на unreal engine как видите у нас публичные и приватные папки итак если у нас есть пространство в деструкторе хедсета mspace мы разрушаем пространство немножечко вернулись обратно к хедсету и если у нас есть сессия разрушаем уничтожаем сессию дальше очищаем вулкан если есть буфер глубин дев бафер удаляем все ссылки на этот буфер глубин то есть глубинный буфер если есть буфер цветов color буфер тоже удаляем все дальше получаем девайс vk девайс если есть устройство и есть рендер пасс то мы аналогичным образом уничтожаем рендер пасс для этого передаем устройство рендер пасс и пустой указатель последним параметрам итак возвращаемся в контроллер создаем пути пасс во первых изменяем размер в зависимости от количества контроллеров чтобы работать с нужным размером вектора теперь по индексу 0 записываем следующие пути то есть у нас есть некоторое представление пути экшена user hand left для каждого контроллера это может отличаться в принципе некоторая реализация этих путей но сами события экшены мы вправе задавать самостоятельно для начала сделаем простую позу руки hand pose создаем экшен create action передаем туда action set передаем пути и задаем название hand pose локализованное название hand pose и тип pose input и какой-то экшен у нас есть два экшена первое это поза и второе это полет можно расширять данную систему и добавлять еще новые экшены и дальше можно создать пространство space в зависимости от количества контроллеров будем изменять вектор spaces теперь нам необходимо перебрать с помощью цикла for контроллеры контроллер count мы получаем из путей путь по индексу контроллера далее необходимо сделать xr action space create info опять же структура данных и задать у нее параметры action action будет равен pose action pose action in space у нас будет матрица идентичности единичная матрица identity и sub action path у нас будет path дальше создаем пространство action вот этих action space с помощью функции create action space передаем туда сессию передаем туда action space create info и из вектора spaces по индексу контроллер индекс получаем значение space теперь нужно связать контроллер с некоторым определением мы можем предложить байдинги по умолчанию у нас будет 4 байтинга для этого выделяем array размерностью 4 у нас будет первым параметром pose action потом строка user hand left input aim pose для обычного стандартного контроллера эти определения они стандартные для левой правой руки поза прицеливания дальше у нас будет поза выбора select и клик то есть это если вы помните в unity и в unreal engine так называемые пути для кнопок вот вы в движках нажимаете на кнопки чтобы прослушивать события и автоматически вот эта строка с путем до названия именно определения действия на контроллере она подставляется мы делаем теперь руками это все после чего мы можем создать переменную interaction profile suggested binding это у нас некоторое предполагаемое значение байдинга связки того что есть на контроллере кнопок с предполагаемыми значениями этих кнопок мы будем использовать interaction profile стандартный simple controller видите interaction profiles и передаем предлагаемые байдинги в interaction profiles suggested bindings suggested bindings передаем туда значение bindings data и количество этих байдингов это размер вектора bindings дальше еще раз создаем suggest interaction profile bindings и на этот раз мы уже предложили эти байдинги теперь нам необходимо прикрепить контроллер и action set то есть как бы связать это все дело для этого нужно сделать новую структуру session которая называется session action set attach info у нас будет количество action set единицы и данные об action set получаются из переменной m action set дальше вызываем attach session action sets и передаем туда значение то есть мы прикрепляем теперь все вместе и связываем определение кнопок действия и контроллеры далее нам потребуется матрица 4х4 вектор из матриц поз вот этих 4х4 и собственно мы будем теперь изменять размер этого вектора в зависимости от количества контроллеров для каждого контроллера свой набор скорость полета будет тоже у нас различная то есть можно задавать полет перемещения для разных контроллеров и скорость полета и перемещения разную теперь в деструкторе мы для всех пространств из вектора spaces у нас xr space разрушаем текущее пространство если у нас есть action полета тоже удаляем action полета если есть action pose pose action тоже удаляем опять же название можно выбирать самостоятельно я предлагаю именно такие чтобы для простоты не путаться если action set у нас присутствует тоже уничтожаем на этапе синхронизации необходимо синхронизировать все действия что собственно и говорит этот метод нам нужно получить активный набор action из action set внутренней переменной получаем передаем action set sub action path у нас пустой дальше информация о синхронизации событий action sync info это у нас структура необходимо передать count active action set у нас один action set в данном случае схема управления да также можем задать синхронизацию экшенов с помощью вызова sync actions передаем туда все необходимые параметры сессия и actions sync info в случае успеха продолжаем если не успешно то выводим ошибку как всегда теперь необходимо обновлять action set мы можем перебрать по всем контроллерам по количеству контроллеров выбрать индекс контроллера и получить пути из вектора путей именно вот этих строк привязки действий и кнопок помните да мы можем получить конкретный путь xr path теперь можно задать состояние позы pause state и пока у нас не происходит обновление если у нас по каким-то причинам action state pause не обновился то выводим ошибку собственно update action state pause обновляет состояние позы если у нас состояние позы активно то определяем space location это положение в пространстве и располагаем пространство locate space необходимо по индексу контроллера из вектора mspaces получить какое-то значение передаем туда base space time и space location собственно все теперь необходимо проверить позицию и ориентацию наших отслеживаемых устройств то есть сейчас мы расположили на этом этапе контроллеры в пространстве теперь необходимо проверить насколько они валидны для этого необходимо задать флаги проверки есть xr space location position valid bit и position tracked bit собственно есть еще один флаг location orientation bit и флаг location orientation tracked bit то есть у нас есть валидное положение помните есть guardian то есть есть некоторые границы в пространстве которые мы не можем пересекать иначе трекинг потеряется собственно это и есть проверка с помощью таких флагов теперь если у нас location флаги есть и флаги проверки существуют и вообще эти флаги проверки равны флагам location flags то мы можем попросту взять и получить записать вернее в массив poses в вектор poses значение теперь можем задать скорость полета у нас есть action state float некоторое значение с плавающей запятой это fly speed state и опять же обновляем action state float с помощью нашего вспомогательного метода если у нас не получилось обновить скорость задать то выводим ошибку если у нас состояние полета активно то мы можем записать в вектор fly speeds по индексу контроллера текущее состояние полета собственно все в из валет возвращаем значение флаг флажочка mvalet можно добавить еще вспомогательную функцию получения позы по индексу контроллера и получение скорости полета fly speed возможно нам потребуется это в дальнейшем и возвращаем внутренние переменные по контроллеру по индексу контроллера то есть у нас есть m poses и m fly speeds а подробные инструкции и эксклюзивные видео найдешь на портале learn kyberkala.ru в интенсиве 3d игровой движок на c++ этот интенсив для настоящих профессионалов переходи по ссылке в описании или сканируй qr-код наконец можем перейти к реализации рендерера что будет внутри рендерера во-первых мы можем теперь сделать пул команд помните что в Vulkan так же как в DirectX необходимо задавать некоторую очередь команд которая будет исполняться уже на каком-то этапе графического конвейера для этого нам необходимо задать новую структуру command pull create info и задать флаг это pull create reset command buffer то есть сбрасываем пуфер команд qfamily индекс получаем из контекста и теперь можем создать command pull передаем девайс передаем command pull create info и тут возникает несостыковочка где command pull брать нам необходимо куда-то сохранять command pull добавляем переменную внутрь класса рендерер с названием m нижнее подчеркивание command pull теперь наконец-то мы сохранили очередь команд и если все успешно опять же выходим из этого ифа если не успешно попадаем внутрь и вызываем ошибку возвращаем valid false после того как мы сделали очередь команд нужно сделать очередь дескрипторов для этого нужно сделать новый array размером два элемента и типом данных дескриптор pull size для этого нам необходимо включить заголовок array и тогда мы сможем использовать такой тип данных давайте давайте для начала по индексу 0 запишем тип vk descriptor type uniform buffer то есть унифицированный динамический буфер количество дескрипторов это количество кадров на лету необходимо будет задать эту переменную frames in flight count и после этого у нас будет возможность использовать ее давайте так же как и раньше зададим просто в cpp файле в namespace переменную frames in flight count и она будет по умолчанию равна двум дальше у нас будет обычный uniform буфер и количество дескрипторов это frames in flight count умноженное на два далее необходимо сделать структуру дескриптор pull create info и затем задать параметр pull size count будем статически приводить тип к uint 32 размер дескриптор pull size и в pull sizes передадим данные из дескриптор pull sizes data количество сетов наборов это frames in flight count далее создадим дескриптор pull с помощью вызова create дескриптор pull и нам необходимо будет сохранить дескриптор pull то есть очередь дескрипторов в внутреннюю переменную класса рендерер далее по традиции обрабатываем ошибки если у нас не произошло данное действие но не успешно выводим ошибку следующим шагом зададим дескриптор set layout нам необходимо объявить array из байдингов то есть дескриптор set layout binding три элемента будет и что внутри будет по индексу 0 у нас байдинг нулевой дескриптор type сначала у нас будет дескриптор type uniform buffer dynamic количество дескрипторов единица флаги stage это shader stage vertex бит то есть первое у нас вертексы по второму индексу то есть это у нас индекс 1 u второй элемент вернее это у нас uniform buffer то есть просто унифицированный buffer опять же копируем строчки и задаем теперь по индексу 2 то есть третий элемент binding смещаем на единицу и в данном случае у нас будет stage fragment бит то есть у нас будут динамический буфер буфер вертексов и буфер фрагментов то есть это уже про шейдеры идет речь теперь необходимо задать descriptor set layout create info это структура данных которая позволит нам использовать вызов функций для создания лейаута для начала зададим количество байдингов descriptor set layout bindings .size дальше сами байдинги это непосредственно дейта из вектора и далее вызываем создание descriptor set layout с помощью create descriptor set layout передаем устройство передаем descriptor set layout bindings и передаем переменную descriptor set layout в которую мы все и запишем таким образом возникает необходимость создания еще одной переменной в классе давайте перейдем к этому этапу создаем descriptor set layout это переменная по умолчанию у нас пустой указатель далее пришло время создать pipeline conveyor давайте посмотрим из чего состоит непосредственно conveyor из лаяутов pipeline layout нам необходимо задать новую структуру pipeline layout create info и у нее задать некоторые параметры нам необходимо во-первых использовать количество лаяутов и задать сами лаяуты лаяуты получаются из descriptor set layout у нас есть переменная внутренняя и количество единицы далее создаем create pipeline layout передаем устройство передаем pipeline layout create info и соответственно переменная pipeline layout и опять же проверяем на ошибки и создаем новую переменную внутри класса конечно эта переменная будет типа pipeline layout и по умолчанию она у нас пустая как и раньше и так вот мы сделали лаяут дальше что дальше создаем процесс отрисовки для каждого кадра и что будет происходить нам нужно использовать render процесс это новая переменная которую мы должны сделать так как у нас есть несколько этапов рендеринга то хорошо бы в векторе все эти процессы хранить поэтому прежде чем работать с этим вектором его необходимо изменить по размеру поэтому вызываем resize и передаем туда количество фреймов frames in flight count количество кадров и теперь нам необходимо сделать новый класс render процесс нам необходимо создать хедер и cpp файл в cpp файл включаем заголовок render процесс точка h и в принципе мы готовы чтобы определить класс также нам потребуется еще несколько инклюдов можно сделать во-первых включение подключение вулкана во-вторых нам потребуется array и потребуется вектор также сделаем прямые определения context и data buffer также сразу же пишем инициализатор то есть конструктор класса render процесс как и раньше мы передаем указатель на контекст и некоторые параметры render процесс нам необходимо определить эту структуру самостоятельно во-первых у нас первый параметр это очередь команд command pull теперь нам необходимо откуда-то получить тип данных command pull можно использовать пространство имен вулкана можно подумать откуда мы еще можем command pull получить во-первых давайте добавим в cpp файл недостающие include добавим контекст и data buffer также у нас будет утилита и опять же мы не знаем откуда получить command pull именно тип данных он почему-то не подсвечивается давайте подумаем что еще нам требуется в render process нам по-прежнему потребуется флаг и внутреннее переменный указатель на контекст типа контекст и наконец-то visual studio увидела что из glfw можно подключить тип данных command pull теперь мы наконец-то можем еще добавить descriptor pull и также добавим descriptor set layout в качестве параметров также у нас будет размер size t то есть количество моделей которые мы будем отрисовывать и давайте сразу же сделаем декларации данных методов давайте передадим контекст во внутреннюю переменную из аргументов данного конструктора дальше нам нужно инициализировать данные унифицированного буфера uniform buffer или buffer но прежде чем мы это сделаем давайте еще добавим несколько методов во-первых необходимо добавить структуру которая будет у нас содержать в себе описание динамических вертексов динамических dynamic vertex uniform data это по сути матрица 4х4 внутри будет элемент который обозначает матрицу world matrix также у нас будет вектор из этих dynamic vertex uniform data это требуется чтобы отрисовывать какие-то модели на сцене и для того чтобы матрицу 4х4 использовать необходимо подключить библиотеку glm и оттуда определение матрицы получить итак теперь у нас есть вектор вот такой из world matrix и теперь можно изменить его размер в зависимости от количества моделей получаем количество моделей из параметров то есть аргументов которые мы предоставляем в этот конструктор теперь можно пробежаться по всем моделям по количеству и получить данные записать вернее данные в dynamic vertex uniform data по индексу модели и туда предоставить world matrix то есть вот в таком виде у нас матрица world matrix задается также если вы помните у нас есть еще статические данные о вертексах то есть static vertex uniform data тут у нас будет массив из матрицы 4х4 из двух матриц 4х4 это будет именно view projection матрицы и это у нас будут статические данные вертексов то есть вот в таком виде мы можем сделать кастомные структуры и самостоятельно их использовать теперь мы можем перебрать все эти матрицы из static vertex uniform data получить оттуда view projection matrix и для каждой матрицы view projection мы можем задать ее значение по умолчанию это единичная матрица то же самое мы делали и в предыдущем шаге то есть все очень примитивно сначала мы выделяем матрицы теперь нужно получить еще один одну структуру static fragment uniform data потому что у нас помимо вертексов есть еще fragment shader помним да и тут есть переменная времени мы задаем ее нулевой по умолчанию так как это у нас конструктор класса получаем девайс из контекста и теперь нам необходимо выделить буфер команд это структура команд buffer allocate info типа vk structure type command buffer buffer allocate info и после чего можем задать некоторые параметры очередь команд команд пул из параметров получаем уровень команд buffer level primary и количество буферов команд единицы дальше выделяем эти команд баферы и можем с помощью метода allocate команд buffers определить их и теперь нам необходимо сохранить их задаем новую переменную команд buffer в классе render process и передаем туда значение после возвращения из этой функции ну функция сама там что-то делает внутри и возвращает данные в команд buffer если у нас ошибка то выводим стандартную ошибку что у нас есть какая-то ошибка связанная с вулканом дальше следующим шагом в процессе отрисовки рендеринга будет задание семафоров так как у нас все это может работать асинхронно нам необходимо как-то синхронизировать все и вся поэтому используем новую структуру семафор create info и необходимо будет сразу же вызвать создание семафора create семафор передаем туда устройство семафор create info пустой указатель и тут возникает вопрос какие семафоры использовать необходимо задать переменную семафор во-первых у нас будет drawable семафор то есть это семафор отрисовки и семафор представления presentable семафор то есть у нас будет два семафора и в таком виде мы можем создать два семафора и сначала создаем семафор для отрисовки а потом создаем семафор для представления presentable семафор дальше вы увидите при этапе синхронизации как это все работает. Создание фенса. У нас есть memory fence, то есть есть ограждение памяти, так называемое. Опять же, это все из темы синхронизации и многопоточности. Нам необходимо задать флаги. Во-первых, у нас у fence create info есть флаг fence create signaled bit, то есть мы подаем сигнал. У нас фенс по умолчанию имеет состояние сигнала. Далее создаем фенс с помощью vk create fence, передаем туда девайс, fence create info и нам нужно вернуть что-то. Куда мы запишем fence? А нужно задать новую переменную в классе с типом данных fence, базе fence, то есть занятый забор или ограждение. Я буду называть это фенсом. Итак, во-первых, нам необходимо еще смещение у унифицированного буфера, у офсета задать. То есть offset alignment, такое смещение, получаем его из контекста. И теперь нам необходимо разделить унифицированные данные буфера. У нас есть следующий массив из VK, descriptor buffer info размером 3 элемента. Соответственно, записываем по первому индексу offset равный 0. Range у нас будет размер динамических dynamic vertex uniform data. Потом следующий элемент, у него offset. Мы из вспомогательного класса делаем align метод, вызываем. Соответственно, необходимо получить range у предыдущего элемента и умножить на количество моделей. И с помощью static cast приводим это к типу device size. Соответственно, новый range будет уже размера static vertex uniform data. Следующий элемент. Тут смещение немножечко другое. Мы получаем descriptor buffer info по предыдущему индексу, получаем offset и прибавляем смещение. Мы получаем range у предыдущего элемента и смещаем на uniform buffer offset alignment. Далее range будет равен размеру static fragment uniform data. И теперь нам нужно вот этот унифицированный буфер задать. Задаем новую переменную и говорим, что мы просто суммируем offset с range. Это будет размер uniform buffer size. То есть мы взяли последний элемент, взяли у него offset и прибавили к диапазону. Теперь нам необходимо сделать новый унифицированный буфер. Для этого нам необходимы параметры. DataBufferParam, которые мы передадим в класс DataBuffer. Тут есть несколько параметров. Первое это флаги использования. Флаг у нас будет uniform buffer. И также свойства памяти. Первое свойство у нас будет это host visible. И второе свойство это будет host coherent. То есть кохерентный бит и видимый бит. Теперь размер. Последний параметр это размер унифицированного буфера. В таком виде задаем буфер и потом мы его можем сохранить в данном классе процесса рендеринга. Это будет переменная типа указатель на DataBuffer. Если он у нас не валидный, то выводим ошибку как всегда. И задаем флажок ValidFalse. Дальше нам необходимо сделать проекцию унифицированного буфера. Вот этой памяти всей. Нам необходимо как-то это все связать. То есть мы что-то выделили, что-то разместили. Теперь мы должны как-то это прочитать и понять, что там происходит внутри. У нас есть новая переменная uniform buffer memory. И мы как-то должны ее заполнить. Это у нас по умолчанию будет значение, которое мы получаем после метода map. То есть унифицированные буферы мы как бы проецируем. И дальше, если у нас вот эта память не получилась по каким-то причинам, мы вывозим ошибку. Дальше необходимо выделить DescriptorSet. То есть набор описателей так называемый. У нас будет DescriptorSetAllocateInfo. И сразу же задаем параметры у этой структуры. У DescriptorSetAllocateInfo есть DescriptorPool. Мы его получаем из параметров, которые на вход аргументами данного инициализатора приходят. То есть это у нас конструктор класса. И SetLayout у нас будут получаться тоже из параметров. Количество Descriptorов единица. И наконец-то можем выделить DescriptorSet. Передаем устройство, передаем информацию, DescriptorSetAllocateInfo. И передаем переменную с дескрипторами, DescriptorSet. Если у нас ничего не получилось, то соответственно выводим опять же ошибку. И выходим. Далее следующим шагом у процесса рендеринга будет связь унифицированного буфера с каждой информацией из буфера-дескрипторов. То есть если мы хотим все это дело связать и как-то использовать, нам нужно пробежаться по всем информациям буфера-дескрипторов. И с помощью цикла мы можем задать буфер у каждого дескриптора буфера-инфо. Мы его получаем из UniformBufferGetBuffer. Теперь можно обновить наборы дескрипторов. У нас будет три набора дескрипторов. Это массив из этих WriteDescriptorSet. И по первому элементу мы сдаем тип. Это будет WriteDescriptorSet, то есть дескриптор сет для записи. Следующий пустой. DestinationSet. Следующий. Это DescriptorSet. Binding 0. Элемент массива 0. Количество дескрипторов единица. Тип дескриптора. Это динамический буфер. Помним, это должно соответствовать тому, что мы раньше делали, в том же порядке, в котором мы передаем данные. То есть теперь нам необходимо задать информацию буферу. Это по индексу 0 получаем из DescriptorBufferInfo. И дальше два пустых указателя. BufferInfo и TaxelBufferView. Следующий элемент. Здесь, кстати, возникает ошибка. Мы потом ее исправим. И надо будет в соответствии все привести. Потому что я два раза задал bufferInfo. И теперь второй элемент надо понимать по индексу 1U. Это будет у нас DescriptorTypeUniformBuffer. И следующий элемент у нас тоже будет UniformBuffer. Только мы смещаем все на единицу по сути. То есть Binding у нас плюс 1 будет. И получаем из DescriptorBufferInfo элемент по индексу 2. Теперь нужно обновить наборы дескрипторов с помощью UpdateDescriptorSets. Передаем девайс, передаем размер дескрипторов для записи и данные. В таком виде. В принципе, у нас готово все обновление. Надо будет потом это как-то динамически обновлять. При Destructor класса мы должны сделать обратно развертку Unmap. То есть UniformBufferUnmap. И удаляем UniformBuffer. Получаем устройство из контекста. И если устройство найдено, то мы проверяем. Если у нас ограждение, оно у нас записано где-то. Если оно у нас существует, то мы разрушаем Fence. Destroy Fence. Это ограждение. Если у нас есть Semaphore, PresentableSemaphore, то мы, конечно же, уничтожаем этот Semaphore. Если у нас есть DrawableSemaphore, в обратном порядке все делаем, то мы тоже уничтожаем только на этот раз DrawableSemaphore. И таким образом происходит освобождение всех ресурсов. Мы используем парадигму RAED, то есть Write, когда мы сразу же выделяем ресурсы при конструкторе класса и их освобождаем при Destructor, чтобы не путаться потом с какими-то указателями. Теперь задаем вспомогательные методы для получения переменных данного класса. CommandBuffer, DrawableSemaphore, PresentableSemaphore и BasicFence. Соответственно, у нас есть еще DescriptorSet. Можем его также получить. И самый главный метод тут — это обновление данных унифицированного буфера. UpdateUniformBufferData. И давайте сразу же все реализуем. Возвращаем переменные, которые у нас внутри класса есть, в соответствующих методах. Так же, как мы это делали раньше. Мы будем эту конструкцию использовать часто. BaseFence мы получаем попросту. Возвращаем BaseFence. DescriptorSet также возвращаем. В принципе, все идентично тому, что мы делали ранее. А вот с обновлением буфера нужно повозиться. Если у нас нет выделенной памяти, возвращаем. Выходим из этого метода. Давайте теперь объявим именно смещение. UniformBufferOffsetAlignment. Получаем его из контекста. Далее получаем непосредственно Offset. Можно взять и StaticCast, сделать UniformBufferMemory. Дальше нам необходимо определить размер. Размер DynamicVertexUniformData. Теперь мы можем пробежаться в цикле по всем динамическим данным. У нас есть DynamicVertexUniformData. И далее сделать следующую операцию. Можем скопировать данные из памяти. То есть мы знаем смещение, мы знаем данные DynamicData и длину этой структуры данных. DynamicVertexUniformData. И мы можем таким образом очень элегантно определить Offset. Offset мы получаем исходя из Align. То есть мы передаем туда длину и UniformBufferOffsetAlignment. Аналогичные действия проделываем для StaticVertexUniformData. То есть у нас есть еще статические данные о вертексах и также StaticFragmentUniformData. Да. Процесс рендеринга в принципе готов. Вот так выглядит весь класс RenderProcess. Теперь можно дозаполнить рендерер, то есть наш отрисовщик. Нам необходимо добавить недостающие шаги в конструктор. Итак, для начала нам необходимо перебрать все процессы рендеринга. Мы делаем цикл for и из всех RenderProcess получаем каждый RenderProcess персонально. И задаем новый RenderProcess, исходя из параметров. Нам необходимо подключить RenderProcess заголовок, чтобы иметь возможность использовать параметры. То есть структуру параметров RenderProcess парамс. И мы можем теперь их передать в конструктор RenderProcess. Итак, что внутри параметров будет? Если мы посмотрим на RenderProcess парамс, то нам необходимо задать очередь Command. CommandPool мы можем передать также DescriptorPool, очередь дескрипторов и DescriptorSetLayout. Также необходимо количество моделей передать. Мы можем их получить из моделей Models. Также в таком виде мы можем проверить, есть ли у нас процесс рендеринга. Он валидный или невалидный. Если он не получился, то выводим ошибку. Теперь нам нужно задать пайплайн для отрисовки грида. Именно поверхности внутри игры. У нас есть VertexInputBindingDescription. Байдинг у нас 0. Stride — это размер вертекса. И InputRate — это VertexInputRateVertex. Теперь мы можем сделать описание атрибутов в VertexInput. Для начала у нас будет позиция. Позиция вертексов. Binding 0, Location 0. Формат — это будет RGB32SFloat. И Offset будет смещение вертекса и позиций. То же самое у нас будет для нормалей. И давайте посмотрим, что у нас дальше будет. У нас есть VertexInputAttributePosition. Далее аналогичным образом, практически аналогичным, задаем описание VertexInputAttributeNormal. То есть это нормали у вершин. Binding 0, Location смещаем на единицу, 1U. Формат в данном случае можно использовать тот же самый. RGB32SFloat. Offset в данном случае будет OffsetOfVertexNormal. То же самое проделываем и для цветов. У вертексов можно задавать цвета. Location 2 и Offset, Vertex и Color. Теперь необходимо задать новый пайплайн. Новый конвейер. Перейдем туда контекст, пайплайн лайаут, рендер пасс и еще несколько параметров. Так как пайплайн у нас задается тоже через структуру, то мы можем сразу же объявить эти параметры. Пайплайн параметры. Нам нужно передать, во-первых, пайплайн лайаут, то есть расположение конвейера. Мы уже знаем, откуда его получить из пайплайн лайаут внутренней переменной. Дальше необходимо задать рендер пасс. Его можно получить из хедсета, из устройства, получив с помощью метода VK RenderPath. Далее название файла вертекса. В данном случае вертексы располагаются в папке Shaders и Fragment File Name. Название файла для фрагмента. Это шейдеры, но уже скомпилированы. То есть там есть еще расширение SPV. Также необходимо задать дескрипторы вертекс-инпут-байдинга. То же самое мы делаем и с атрибутами. То есть для байдинга у нас есть описание, и для атрибутов тоже есть описание. Это у нас два элемента — позиция и цвет. После чего, наконец-то, мы можем объявить пайплайн и сохранить его, например, в какую-то внутреннюю переменную. Итак, давайте вернемся в рендерер и посмотрим, что нам не хватает. Во-первых, нам необходимо сделать указатель на класс pipeline. Во-первых, у нас будет пайплайн для отрисовки поверхности и пайплайн для дефюза. В данном примере у нас всего два шейдера. Шейдер для отрисовки непосредственно поверхности и шейдер для дефузлайта. Теперь у нас есть grid-пайплайн. Если у нас этот пайплайн почему-то невалидный, то выводим ошибку. И абсолютно такие же действия мы проделываем и для diffuse-пайплайна. То есть у нас будет переменная diffuse-пайплайн, и мы практически аналогичным образом должны определить параметры для нового пайплайна для использования diffuse-шейдеров. То есть шейдеров для diffuse-лайта, для освещения такого. У нас несколько другой набор атрибутов будет и название файлов. Соответственно, фрагмент шейдер и вертекс шейдер будет отличаться. Перейдем туда diffuse. В принципе, diffuse-пайплайн у нас готов. Теперь нужно задать пуфер вершин вертексов. Vertex-index-buffer. Проверяем компиляцию и смотрим кучу ошибок. Это может вас вогнать в некий ступор, потому что ошибки — это, конечно, здорово, но мы хотим, чтобы их не было. И после исправления некоторых ошибок видим, что, в принципе, приложение запускается и говорит нам о том, что у нас шлем или гарнитура не подключена. Теперь нам необходимо первым делом задать staging-buffer. Итак, размер буфера получается из meshData, именно из размера данных о моделях мешах. И можно объявить staging-buffer. Это будет переменная типа указатель на dataBuffer. Необходимо будет передать контекст и некоторые параметры staging-buffer. У нас флаги использования есть. Во-первых, это перемещение из source, transfer source. Свойства памяти host-visible. И, соответственно, у нас есть coherent-bit. Host-coherent-bit. И размер у нас — это попросту buffer size. Buffer size. И также делаем проверку. Если staging-buffer у нас почему-то невалидный, то мы просто выходим. Дальше нам необходимо заполнить этот буфер вертексами, вершинами и индексами. Мы можем определить новую переменную, buffer data, и сделать развертку. И staging-buffer, делаем map, то есть проецирование данных. И если buffer data у нас не получился, опять же проверяем и выходим. Далее записываем mesh data, пишем buffer data, и разворачиваем обратно staging-buffer, unmap, то есть обратная операция проецирования. Дальше нам необходимо задать пустой буфер, целевой, target-buffer. Для этого мы копируем действие, которое мы делали в staging-buffer, и у нас будут параметры для target-buffer-params, но немножечко другие. У нас transfer-distination, то есть это флаг использования, либо vertex, либо usage-index-buffer, то есть у target-буфера есть флаги использования. Либо передачи, либо vertex, либо индексы. И свойства памяти у нас тоже немножечко отличаются. Дальше возьмем и зададим новую переменную vertex-index-buffer. В vertex-index-buffer запишем указатель на data-buffer. Итак, если у нас почему-то невалидный vertex-index-buffer, то мы возвращаем просто valid-false. Далее нам необходимо скопировать из staging-буфера данные в target-буфер, в целевой буфер. Мы попросту вызываем copy to, и тут необходимо render process передать. То есть вторым параметром именно command-buffer получается из render process по индексу 0 позиции. Также еще одним параметром необходимо drawQ получить. Если у нас копирование не происходит, то выходим. Дальше необходимо очистить staging-buffer с помощью delete-staging-buffer. Далее получаем offset, get-index-offset. И в принципе готов. Нам необходимо теперь сохранить вот это освещение индексов в переменную index-offset. Из mesh data получаем вот смещение индексов. В принципе мы готовы перейти к деструктору. Удаляем vertex-index-buffer, удаляем diffuse-pipeline и удаляем grid-pipeline. В обратном порядке, хочу заметить. Далее получаем устройство. Если у нас контекст возвращает какое-то устройство, если оно получилось, то мы проверяем, если у нас есть layout-pipeline, то есть у нас conveyor, и мы в этом случае разрушаем этот pipeline. Pipeline-layout именно. Если у нас есть descriptor-set-layout, мы в обратном порядке разрушаем его и проверяем дальше. Если у нас есть descriptor-pool, тоже его уничтожаем, destroy descriptor-pool. И в таком виде у нас, в принципе, все должно корректно работать. Теперь необходимо пробежаться по всем процессам рендеринга. и в цикле for мы будем удалять каждый из рендер-процессов, процессов в отрисовке. Дальше, если у нас есть устройство, есть очередь команд, то мы разрушаем, уничтожаем command-pool. В принципе, деструктор готов. Теперь самый важный этап — этап отрисовки. И submit. Что будет в этапе отрисовки? Как мы видим, нам необходимо для начала определить индекс текущего процесса рендеринга, так как у нас их несколько. Мы можем рендерить на шлем, на разные глаза, на экран монитора и так далее. Текущий индекс процесса отрисовки получается следующим образом. Получили индекс, теперь можно сделать следующую операцию. Можем получить указатель на render process. Он получается выбором элемента по индексу currentRenderProcessIndex из переменной renderProcesses. Итак, у нас есть фенс. Мы можем получить этот фенс из renderProcess или процесс и сбросить фенсу. То есть вызываем resetFences, передаем девайс, передаем количество фенсов в единицу и busyFence или busyFence. busyFence. Если у нас не успешно, выходим. Дальше нужно сбросить CommandBuffer и начать CommandBuffer заново. То есть мы хотим еще раз определить очередь команд. Итак, у нас CommandBuffer получается из процесса рендеринга, отрисовки. GetCommandBuffer. Далее проверяем. Если мы смогли сбросить буфер команд с флагом 0, то все хорошо. Если не смогли, выходим. Далее тоже делаем проверку на то, смогли ли мы сделать новую очередь команд, CommandBuffer. Для этого нам необходимо объявить структуру CommandBufferBeginInfo и передать ее в функцию BeginCommandBuffer. Теперь нам необходимо данные нашего унифицированного буфера каким-то образом обновлять. Для этого можно в цикле пробегаться по всем моделям. Так как у нас на сцене может быть несколько моделей, то нам необходимо до количества моделей ModelSize пробегаться. Мы можем получить из рендер процесса данные по динамическим вертексам. По вертексу UniformData. По индексу модели. Получаем оттуда матрицу WorldMatrix и задаем ее сразу же. Задаем ее согласно тому, что у нас записано в переменной Models по индексу ModelIndex. То же самое. Мы пробегаемся по глазам. Мы из хедсета получаем количество глаз и далее получаем статический вертекс UniformData. Статические данные о вертексах. Унифицированные. И задаем ViewProjectionMatrix. ViewProjectionMatrix по индексу глаза. Помним, что у нас есть матрицы преобразований для того, чтобы мы могли модели в 3D-пространстве отображать. И из хедсета получаем ViewProjectionMatrix. Умножаем. И все это дело умножаем еще на CameraMatrix. То есть у нас два глаза. Сначала мы берем, перемножаем EyeProjectionMatrix, потом ViewMatrix. То есть сначала матрица проекции, потом матрица View и дальше матрица камер. Потом задаем время у StaticFragment и обновляем UniformBufferData. После чего задаем значение для очистки ViewPort. То есть когда мы отрисовываем что-то на экране любом, то нам нужно очистить каким-то пустым цветом картинку между кадрами. То есть идет очистка экрана. И нужно задать структуру RenderPathBeginInfo. У этой структуры есть параметр RenderPath. Мы его можем получить из хедсета. То есть это проход отрисовки. И FrameBuffer. Он получается из хедсета. Можно получить RenderTarget по индексу SwapChain и получить оттуда FrameBuffer. Также необходимо задать Offset области отрисовки 0. Extend. Это разрешение глаза по индексу 0. То есть у нас есть как бы квадратик отрисовки. Он начинается в нуле координат и заканчивается разрешением глаза. Далее ClearValueCount. Количество значений для очистки. И сами значения ClearValues. Далее начинаем новый RenderPass. Новый проход отрисовки. Перейдем туда CommandBuffer, RenderPassBeginInfo и некоторый флаг SubPassContentsInline. После чего наконец-то мы можем задать параметры ViewPort. У нас есть значение X. Можно его получить из RenderAreaOffset параметр X. Есть значение Y. Есть ширина именно ViewPort, на который мы будем проецировать какие-то данные. И высота. Из RenderArea можем это все получить. Также у нас есть минимальная глубина и максимальная глубина. Они задаются в пороге от 0 до 1. Теперь можно задать ViewPort. Перейдем туда CommandBuffer, количество ViewPort'ов единица, первый ViewPort 0 и ViewPort'ы передаем переменную ViewPorts. Дальше у нас есть Caesar, ножницы. Это обрезка ViewPort'а, если у нас мы хотим отображать изображение со смещением относительно размеров экрана. Для этого нужно задать Offset из RenderArea, задать Extend. По умолчанию у нас на весь экран, на все окно будет отображаться контент. То есть мы можем сделать в принципе теоретически, например, отображение игры сплитскрина. Для этого используются ножницы, чтобы разрезать экран относительно всего, всей области просмотра. Далее необходимо привязать секцию вертекса у геометрического буфера. Нужно Vertex Offset задать, получить буфер из Vertex Index Buffer и сделать binding, то есть привязку вертекс буферов. Теперь нам нужно связать Index Section у геометрического буфера. В принципе делается все аналогично, только для начала идет binding Index Buffer, передаем туда Command Buffer, сам буфер, Offset и тип индекса UN32. Далее необходимо отрисовать на экране каждую модель. Для этого нужен Descriptor Set. Получаем Descriptor Set. Далее пробегаемся по всем моделям, которые у нас есть на сцене. Models Size. Делаем цикл Form и получаем указатель на модель. По индексу модели из вектора моделей получаем текущую модель. Далее необходимо связать унифицированный буфер. Получаем смещение буфера Uniform Buffer Offset. Для этого делаем статическое приведение типов D-U-Int32 из переменной Render Process Dynamic Vertex Buffer Data. То есть это размер смещения Uniform Buffer. И еще одним параметром для alignment смещения будет являться Buffer Offset Alignment из контекста помноженный на Device Size, то есть на модель индекса. На индекс модели. Именно геометрической модели, которую на сцене хотим отрисовать. Вот в таком нехитром виде можно привязывать унифицированный буфер. Теперь нужно привязать descriptor offset, offset offset count и uniform buffer offset. Теперь нужно привязать конвейер. Если количество моделей, если индекс равен 0, то мы привязываем diffuse pipeline, то есть привязываем command buffer для diffuse pipeline. Если количество моделей, то есть индекс моделей равен 1, то проделываем то же самое. Далее отрисовываем модели. в данном случае это не очень оптимальный способ, потому что мы жестко по индексу модели определяем шейдеры и pipeline для шейдеров. В принципе можно потом избавиться от этого. Но для простого примера drawIndexed вызываем метод и вот в таком виде отрисовываем и завершаем проход рендера, передавая туда command buffer. Теперь для размещения ресурсов нам необходимо во-первых указатель на render process мы можем получить по текущему индексу render процесса сам render процесс. Нам необходимо задать command buffer получить его можно также из render процесса get command buffer и теперь завершить очередь команд. Если она у нас не завершилась выходим. Далее мы задаем новые флаги для конвейера. У нас есть стадия ожидания. то есть stage color attachments output beat. Далее задаем семафор. Семафор для адресовки drawable семафор. Мы его можем получить из render process get drawable семафор и то же самое для presentable семафор. То есть семафор для представления. И что мы с этим дальше будем делать? Нам во-первых еще нужно ограждение fence тоже из render процесс можно получить. Не зря же мы это делали. Итак submit info что это такое? как вы можете догадаться. И у submit info есть маска weight destination stage mask. Это weight stages. Command buffer count единица и сами командные буферы буферы команд туда передаем переменную command buffer. Если используются семафоры то мы у submit info сдаем количество семафоров ожидания weight семафор это drawable семафор сигнальный семафор единица количество этих семафоров единица и соответственно сигнал семафор это у нас презентабл семафор потому что он в состоянии сигнала. Итак далее размещаем очередь qsubmit вот в принципе таким образом у нас происходит процесс рендера и сабмита то есть размещение команд в очередь аналогичным образом делаем методы которые возвращают переменные данного класса current command buffer current drawable семафор current presentable семафор и соответственно возвращаем надлежащие переменные по индексу current render process index получаем command buffer и таким образом возвращается буфер в принципе мы также можем получить drawable семафор и presentable семафор также в качестве первого ассайдмента для данного интенсива у нас есть задание оно на портале learn kyberkala.ru по ссылке в описании можешь посмотреть что необходимо сделать в качестве ассайдмента необходимо будет сделать подгрузку своей собственной модели и задать свой собственный цвет у этой модели давайте посмотрим из чего наш мейн состоит во первых создаем mirror view передаем туда контекст далее создаем устройство контекст create device включаем все необходимые заголовки контроллеры headsets и mirror view теперь нам остается объявить headset передаем туда контекст и если у нас не получилось создать headset то выходим с ошибкой далее создаем контроллеры в контроллеры мы тоже можем передать контекст вернее xrinstance первым параметром а вторым параметром передаем сессию из headset get xrinstance и get xrsertion получаем если контроллеры у нас не валидные то выводим сообщение ошибки и завершаем процесс подгружаем модели собственно это этап загрузки моделей нам необходимо объявить все возможные модели на сцене у нас будет модель грид то есть вот этой поверхности сетчатой модели контроллера или руки левые и правые далее делаем вектор из указателей на модели туда помещаем все модели grid model hand model left hand model right далее у grid model необходимо world matrix задать то есть матрицу в мировом пространстве по умолчанию это у нас единичная матрица из пакета glm на этапе загрузки мешей необходимо объявить меш data и мы будем задавать новый меш data новый класс теперь мы можем вызвать метод load model и предоставить название файла из models будем получать файл grid .obg далее сдаем цвет из нормалей и далее переменную models offset 0 количество моделей единицы далее нам необходимо задать модель контроллера цвет будет белый переменные models смещение 2 и количество 2 опять же смещение в данном случае правильно сделать единицей но баги мы исправим в дальнейшем далее инициализация рендерера то есть нашего отрисовщика для этого необходимо передать контекст и передать параметры у нас есть уже headset и mesh data передаем данные о мешах на сцене и сами модели models в таком виде у нас инициализируется рендерер если рендерер у нас по каким-то причинам не инициализировался то мы возвращаем ошибку далее удаляем mesh data и подключаем mirror view на данном этапе у нас нет метода connect мы теперь можем его наконец-то сделать и на этом этапе переходим к дописанию mirror view нам потребуются прямые декларации классов которые мы будем использовать headset и renderer теперь пишем непосредственно реализацию данного метода connect мы можем задать внутренние переменные у нас есть headset и context и также у нас есть renderer теперь то есть наш адресовщик мы можем передать в headset значение headsets из аргументов и передать в renderer тоже значение из аргументов далее пересоздаем swapchain если не получилось выходим если получилось возвращаем true и далее что дальше вот мы подключили headset и связали с renderer теперь мы можем в main дописать что-то нам нужно сюда передать headset и передать renderer все необходимые переменные мы уже объявили поэтому у нас не должно возникать никаких ошибок на данном этапе мы подключаем режим зеркального наблюдателя к headset теперь у нас будет главный цикл так как мы хотим использовать delta time нам необходимо chrono использовать include chrono объявляем это один из способов исчисления разницы времени я покажу вам как использовать высокоточные часы можем использовать временной промежуток и получаем как бы предыдущее время то есть переменная предыдущего времени это по умолчанию будет текущее время то есть high resolution clock now если у нас у headset не запрошен выход и у mirror view то есть у зеркального отображения не запрошен выход то есть мы дальше продолжаем работу по отрисовке то что-то внутри должно происходить давайте перейдем в mirror view и посмотрим что нам нужно возвращать нужно возвращать valid и exit request или exit request итак нам необходимо сделать статическое переведение до boolean и используем метод glfv window shoot close передаем туда окно и возвращаем то есть если окно необходимо закрыть возвращаем true если окно продолжает работать возвращаем false surface также возвращаем и у нас еще остался метод present для реализации давайте посмотрим из чего будет состоять present у mirror view в дальнейшем пока что реализуем рендерер у нас есть получение следующего изображения помним что мы пытались acquire next image сделать и наконец-то добавляем недостающие элементы на этапе рендера у нас происходит следующее acquire next image мы можем семафор получить из рендерера мы знаем что у нас есть внутренняя переменная mrenderer и можем получить семафор но опять же нам необходимо включить заголовок самого рендерера чтобы использовать внутренние методы чтобы к ним обращаться и получать информацию далее null handle и следующим параметром image index пока что данная переменная отсутствует но мы ее обязательно сделаем и сразу же идем в mirror view и делаем переменную destination image index по умолчанию это 0 в таком виде мы получаем следующую картинку то есть это этап отрисовки если у нас кадр устаревший out of date то нам необходимо пересоздать swap chain остановить все этапы рендеринга в данном кадре так как он уже устарел то есть мы заново создаем swap chain и возвращаем ошибку в ином случае возвращаем invisible далее если у нас почти оптимальный результат вернулся и результат успешный успешное создание картинки и она полуоптимальная suboptimal то есть по сути это аналогично успешному кадру и можем вернуть результат invisible по умолчанию возвращаем visible теперь можем использовать command buffer мы должны его получить из рендерера получаем текущий command buffer и можем также получить переменную source image нам необходимо из хедсета получить render target опять же объявляем заголовок чтобы можно было использовать методы передаем туда swap chain image index и получаем изображение видим что у нас хедсет почему-то не валидный почему-то у нас не задана эта переменная хотя она у нас есть но обращаться мы к ней не можем потому что что-то не объявили а не объявили мы render target после того как мы объявили заголовок мы можем оборотиться к методу get image у render target вот теперь у нас есть еще destination image то есть исходное изображение и изображение как бы то которое мы хотим поместить то есть у нас есть как бы два изображения и давайте для организации сделаем вектор из изображений swap chain images то есть destination image мы получаем из swap chain images по индексу swap chain вернее по индексу destination image индекс вот теперь мы получаем переменную разрешение глаза это extend 2d помним что это просто два интеджера по-моему как бы высота и ширина из хедсета получаем разрешение глаза по mirror eye индекс это индекс глаза с которого получается изображение на монитор компьютера давайте по умолчанию получать картинку с правого глаза это индекс 1 то есть индекс 0 это левый глаз индекс 1 это правый глаз с правого глаза с правого дисплея устройства расширенной виртуальной реальности мы получаем картинку и транслируем ее на экран монитора вашего персонального компьютера теперь нам необходимо преобразовать расположение layout source image из неопределенного до transfer source то есть для перемещения в какое-то новое положение для этого необходимо задать image memory barrier у него задаем перемену image это наше исходное изображение source image предыдущее расположение old layout это color attachment optimal оптимальное прикрепление цвета так называемое новый layout это transfer source помним что мы из undefined в transfer source перемещаем destination access mask это transfer read source access mask это attachment write bit aspect mask это aspect color количество слоев у нас единица именно subresource range base array layer это mirror eye index и соответственно level count единица и можем сделать pipeline barrier наконец-то можем барьер нашего конвейера сделать передаем command buffer передаем stage color attachment output bit transfer bit и dependency by region bit или region bit и также записываем image memory barrier вернее не записываем а предоставляем туда вот эту структуру также нам необходимо сконвертировать целевое как бы расположение image layout с состояние undefined в состояние transfer destination то есть предыдущее расположение layout это layout undefined а новый layout это image layout transfer destination optimal и немножечко подправляем параметры таким образом у нас задается новый барьер для конвейера у нас stage top of pipe и в принципе остальные параметры идентичны теперь нам необходимо обрезать значит наше исходное изображение регион чтобы соответствовать соотношению сторон зеркального отображения на экране компьютера для этого нужно задать новый вектор 2 source resolution из двух параметров у нас есть разрешение экрана у него есть высота и ширина в таком виде можно объявить новый вектор 2 из glm библиотеки так как мы используем эту библиотеку то хорошо бы все уже представлять в типах данных из этой библиотеки можно написать свою в дальнейшем если вам потребуется и так вот у нас source resolution также будем вычислять необходимое соотношение сторон source aspect ratio мы попросту делим первый параметр то есть ширину на высоту это x и y соответственно из source resolution далее аналогичные действия мы проделываем для разрешения целевого destination то есть у нас есть разрешение swap чейна которые у нас есть на графическом адаптере и также у нас есть destination aspect ratio то есть ratio это соотношение сторон у устройства назначения в данном случае в контексте это у нас будет экран монитора также делим ширину на высоту получаем соотношение сторон и crop resolution у нас практически так же определяется передается source resolution и offset далее если у нас соотношение сторон источника меньше чем соотношение сторон целевое destination aspect ratio то у нас переменная по y crop resolution она будет определяться как следующее действие source resolution x деленное на aspect ratio у destination и offset по y сдается путем вычитания из source resolution параметра y вычитанием crop resolution и делением на 2 то же самое происходит для x-овой координаты если у нас source aspect ratio больше чем destination aspect ratio то есть по сути мы делаем небольшую вот такую обрезку кадра в зависимости от соотношения сторон далее нужно использовать bleed то есть мы хотим каким-то образом трансформировать текущую картинку в картинку целевую destination image картинку на устройстве на котором мы хотим все это отображать здесь происходит небольшая математика необходимо определять задать у image bleed оффсеты и есть два элемента по индексу 0 задается crop offset по x и по y по индексу 1 задается crop offset по x плюс разрешение у crop resolution crop resolution x и также для y crop offset y плюс crop resolution y вот и последним параметром будет единица далее маска будет у sub ресурса image aspect color bit mip level 0 best array layer это mirror eye index layer count единицы также destination offset у нас первый элемент нулевой второй элемент это destination resolution x потом параметр идет y и потом единицы далее маска у destination sub ресурс есть маска тоже количество слоев единица base array layer нулевой mip level 0 по умолчанию и теперь мы можем вызвать bleed image то есть как бы перенести и трансформировать картиночки у нас есть command buffer есть исходное изображение source image передаем это все в функцию также у нас layout transfer source optimal передаем destination image и флаг layout transfer destination optimal перейдем туда image bleed и готово теперь нам необходимо сконвертировать исходное изображение его layout из transfer source до color attachment то есть мы теперь говорим что мы добавляем цвет нам нужно у барьера задать переменную image задать old layout задать new layout смотрите внимательно какие мы используем флаги то есть old layout это transfer source optimal у new layout это color attachment optimal остальные параметры в принципе аналогичны тому что мы делали до этого и в принципе мы в таком виде задаем image memory barrier теперь мы можем вызвать pipeline barrier передать туда buffer command передать туда pipeline stage transfer bit и передать в качестве dependency flag pipeline stage color attachment output bit memory barrier count у нас 0 и так далее то есть сдаем следующие параметры dependency flag у нас dependency by region и барьер туда image barrier тоже предоставляем теперь нам необходимо сконвертировать layout целевой картинки то есть destination image из transfer destination до презента то есть мы перемещаем картинки и теперь их должны показать то есть у нас есть новое расположение новый layout это present source а old layout это transfer destination и теперь у нас есть новый image barrier опять же вызываем pipeline barrier с новыми параметрами stage mask у нас transfer stage это у source у destination соответственно destination transfer stage теперь определяем метод present у mirror view нам необходимо получить текущий семафор для представления presentable семафор и задаем структуру present info это тип структуры present info далее у нас определяется количество семафоров для ожидания и сам параметр weight семафор и swap чейны количество swap чейнов единица количество индексов вернее image индекса это у нас получается параметр из destination image индекс и далее наконец-то можно вызвать q present передаем туда из контекста present q present info и если у нас кадр устарел и у нас или у нас полуоптимальный полуоптимальный кадр то есть suboptimal то мы пересоздаем swap чейн для следующего кадра если у нас что-то неуспешно то возвращаемся как происходит пересоздание swap чейна во-первых необходимо синхронизировать контекст вызываем из контекста или контекста метод sync далее получаем физическое устройство после того как мы получили физическое устройство необходимо получить возможности именно surface то есть у нас есть поверхность и extent некоторый сейчас мы узнаем что это такое значит surface capabilities это определенная структура и мы можем получить ее из get physical device surface capabilities передаем туда physical device передаем m surface и surface capabilities если что-то у нас не получилось то возвращаем ошибку далее проверяем флаги у поверхности если supported usage flags у нас отсутствует и usage transfer destination bit то ошибка далее проверяем если у нас текущий extent то есть это другая граница поверхности есть начало и конец поверхности если не равен максимальному пределу integer 32 u integer 32 и соответственно ширина и высота не равны максимального предела то мы можем использовать любой валидный extent для этого в переменную swapchain resolution получаем значение из surface capabilities current extent в ином случае получаем ближайший extent чтобы использовать его вместо невалидного теперь мы можем из метода getframe buffer size получить размер ширины и высоты окна далее задаем swapchain resolution ширину с помощью clamp то есть обрезаем значение значение обрезаем из min image extent width и max image extent width то есть у нас есть свойства поверхности capabilities есть параметр максимальное и минимальное значение extent то же самое для высоты далее пропускаем оставшиеся действия если окно у нас находится в свернутом состоянии для этого мы проверяем ширину у swapchain resolution и высоту то есть проверяем высоту ширину если они равны нулю то мы выходим то есть окно у нас свернуто дальше не стоит грузить систему если у нас все-таки окно появилось и оно у нас в развернутом состоянии то нужно получить форматы поверхности и выбрать один из нужных форматов цвета который поддерживается для этого необходимо определить переменную surface format количество этих форматов surface format count и получить форматы из физического устройства далее обрабатываем ошибку и в векторе vk surface format мы будем хранить все форматы для текущей поверхности и количество surface format count вызываем повторно тот же самый метод но уже осознанно то есть для начала мы получили количество форматов а теперь получаем данные surface format data если у нас не получилось это сделать выводим ошибку далее мы хотим найти формат поверхности который можно использовать если формат найден возвращаем true если нет false и пробегаемся в цикле возможных форматов у нас есть единственный кандидат который мы будем рассматривать то есть у нас есть surface format и мы должны выбрать какой-то требуемый формат я буду называть требуемый формат кандидатом если у кандидата формат соответствует некоторому формату цвета который мы сами определяем давайте в простом случае зададим стандартный формат цвета color format это формат b8 g8 r8 a8 s rgb если формат кандидата соответствует данному стандарту данному формату цвета то мы задаем surface format равный кандидату и значит у нас формат поверхности surface found то есть найден если он не найден то выводим ошибку как всегда у нас эта конструкция постоянно то есть у нас данная возможность vulcan swap chain color format не поддерживается и возвращаем false далее нам необходимо опять же получить устройство из контекста после чего нужно очистить все перед пересозданием swap chain и пересоздать render таргеты если у нас есть swap chain разрушаем swap chain с помощью destroy swap chain после чего проверяем можем ли мы создать новый swap chain мы сразу же его пытаемся создать swap chain create info нам необходимо опять же задать новую структуру structure type swap chain create info и у этой структуры есть некоторые параметры surface это наша surface present mode у нас опять же present mode необходимо определить давайте переменными данного cpp файла объявим еще и present mode по умолчанию это будет present mode f4 first input first output то есть режим представления очередь первый вошел первый вышел далее минимальное количество картинок мы можем получить из surface capabilities минимум image count плюс 1 далее image color space получаем из surface format color space image format тоже из surface формата получаем image extent получаем из свойств поверхности surface capabilities image array layers 1 image usage у нас либо это color attachment либо transfer destination bit image sharing mode exclusive pre-transform получается из свойств поверхности surface capabilities и clipped true composite alpha composite alpha apac bit то есть у нас полностью заливается цветом теперь создаем swapchain передаем устройство передаем swapchain create info и непосредственно swapchain который мы пытаемся пересоздать если у нас все хорошо то мы дальше идем если плохо то выводим ошибку далее получаем новые картинки из swapchain для этого нам необходимо объявить новую переменную количество изображений swapchain мы можем вызвать метод getSwapChainImages передать туда device swapchain swapchain imageCount и проверить если успешно создание получения вот именно картинок то идем дальше можем изменить размер переменной swapchain images в соответствии с количеством swapchain image далее еще раз вызываем тот же метод но теперь осознанно можем предоставить данные mswapchain imagesData и записать все это дело все наконец-то у нас данные метод готов теперь нам необходимо в мейне вычислить delta time в секундах это разница между промежутком времени у нас есть время сейчас получаем из high resolution clock значение текущего времени now теперь необходимо вычислить количество наносекунд которые прошли для этого можно использовать duration cast кастим до наносекунд разницу между текущим временем time now и предыдущим временем previous time и вычисляем количество count теперь delta time у нас вычисляется простым выражением можно взять float значение количество наносекунд которое прошло и поделить на экспоненту в десятой степени таким образом мы можем задать предыдущее время равное времени текущему далее обрабатываем события окна процесс window events у mirrorview теперь можем задать swapchain image index и сказать что у нас получился результат фрейма кадра из headset begin frame если результат фрейма ошибочный выводим ошибку если результат фрейма кадра отрисован полностью render fully то мы проверяем если у нас контроллеры синхронизированы в пространстве то есть мы из хедсета получаем xr space и frame state и получаем predicted display time предсказанное время дисплея если у нас это не выполняется выводим ошибку далее задаем время прибавляем ко времени delta time то есть промежуток времени и обновляем сразу два контроллера с помощью цикла for у нас есть скорость полета fly speed можем получить из контроллеров по индексу контроллера fly speed если скорость полета больше нуля то можем задать вектор вперед forward с помощью нормализации позиции контроллеров у контроллеров есть метод getPause туда передаем контроллер индекс и таким образом вектор вперед получаем далее нам необходимо задать матрицу камеры camera matrix но для этого нам нужно определить внутреннюю переменную например скорость полета fly speed multiplier матрица камеры задается следующим образом перемножаем вектор вперед на скорость полета на мультипликатор полета на delta time и делаем операцию translate с камеры matrix далее у нас происходит операция обратная то есть мы делаем inverse camera matrix обращаем нашу матрицу камеры и далее у нас есть матрицы положения в пространстве рук мы задаем world matrix для левой и правой руки задается это следующим образом мы должны перемножить inverse camera matrix то есть нашу обратную матрицу камеры на позу контроллеров controllers gate pose то есть позиция контроллеров далее можем изменить положение руки правой с помощью скейлинга то есть преобразования матрицы world matrix и координаты ее первой то есть перемножаем на минус единицу далее происходит этап отрисовки у рендерера и этап отрисовки у mirror view если где-то возникает ошибка mirror result возвращает error то выходим далее мы проверяем у нас зеркальное отображение видимое или нет вызываем submit у рендерера и проверяем если mirror view visible то вызываем present то есть показываем mirror view и далее проверяем если у нас frame result равен следующему выражению мы хотим отрисовать полностью либо у нас пропуск кадра идет skip render рендер в данном данном случае мы завершаем фрейм на нашем хедсете на нашей гарнитуре далее нам необходимо будет добавить play сцену в хедсет этот этап мы пропустили я добавляю уже после и далее посмотрите в render процесс у нас image info изменится мы задаем пустой указатель в таком виде вместо buffer info это исправление ошибок далее проверьте чтобы все соответствовало исправим теперь render перейдем в model count из параметров размер моделей и далее у контроллеров нужно также задать внутреннюю переменную сессии это тоже мы забыли сделать и в таком виде байдинге посмотрите внимательно как они задаются мы сделали ошибки в начале когда задавали контроллеры вот это правильное определение байдингов также посмотрите как подгружается модель околуса именно offset у нас единица как я говорил мы поменяли offset он равен единице мы прибавили к предыдущему offset то есть у предыдущей модели был offset 0 у текущей единица и это в принципе все ошибки можно теперь нажать дебаг и наконец-то посмотреть что получилось теперь достаем гарнитуру виртуальной или расширенной реальности и автоматически появляется картинка в окне просмотра видим один контроллер я сейчас отключил один контроллер и теперь его снова подключил видим что контроллер динамически подгружается на сцену и также можно использовать и второй контроллер мы можем с помощью контроллера перемещаться по сцене у нас есть зеркальное отображение которое работает не хуже чем в таких игровых движках как Unreal Engine если тебе понравилось это видео поставь лайк подпишись и отправь его друзьям вы теперь можете летать на своем собственном движке и смотрите я подключил второй контроллер ничего не вылетело и сразу же у нас на сцене есть два контроллера разве это не здорово мы с нуля сделали то что делают крупные игроки рынка благодарю за просмотр субтитры via за просмотр у к 8 з Продолжение следует...